Нужно было указать только имя, возраст, уровень и магические школы, в которых был хорош, и ничего не было связано с личным опытом колдуна. Увидев, что Люсиин не начал писать сразу, Эрик сказал без эмоций Люсиину. Если у тебя есть дополнительная информация, ты можешь попросить еще один лист. Чем больше информации ты предоставишь, тем легче Конгрессу получить идентификатор для тебя в холме или в других странах. Кстати, если ты решишь жениться в будущем, пожалуйста, зарегистрируй это в административном отделе колдунов. Люсиин кивнул и начал заполнять форму. Люсиин Иванс, 20 лет, заинтересован в школе астрологии и элемента, колдун первого круга, и после этого он оставил какую-то фальшивую личную информацию на бумаге. Эрик поднял серебряный лист и внимательно прочитал, потом на его лице появилась улыбка. Люсиин Иванс, какое распространенное имя. Вальто есть знаменитый музыкант по имени Люсиин Иванс, а за несколько дней до этого имя колдуна младшего ранга, который только сделал свой первый прорыв, тоже было Люсиин Иванс. Почему людям так нравится это имя? Честно говоря, я никогда не задумывался над этим. Удивленно ответил Люсиин, хотя Наташа не раз говорила ему, что его имя не редкость. Эрик не стал задерживаться на этой теме, а указал на металлический щит на другой стороне офиса. Произнеси заклинание первого круга. Мне нужно проверить твой уровень. Люсиин кивнул и выстрелил в щит двумя черными магическими ракетами. Когда магическая защита на щите поглотила мощь, распространялась легкая рябь, Эрик кивнул. Сила не от магического предмета, а из твоей души. Ты действительно колдун первого круга. Сказав это, Эрик развернулся и вынул из черного шкафа два значка. Он положил один из значков вместе с серебряным листом бумаги в клетку, а затем потянул за колокольчик. Колокольчик зазвонил, и клетка начала светиться. Через минуту свет исчез. Когда Эрик забрал значок и бумагу, на значке появился черный круг, и блестящая серебряная линия соединила металлическую бумагу со светом стены. Магический значок записывает твое имя, возраст, уровень, твою духовную силу и арканы. Этот значок нужен, когда ты зарабатываешь или расплачиваешься очками. Кроме тебя, никто не может его использовать. Эрик вручил Люсиину два значка, попросив его оставить на них свою духовную силу. Вся информация, сказал Эрик, хранится как у меня, так и у документоведа высшего совета. Не пытайся самостоятельно изменить свой уровень и свои очки ни для каких целей. С помощью этого значка ты сможешь принимать миссии в зоне задания и получать базовые книги по аркане и магии, а также медитационные методы. Кроме того, как колдун первого круга, вы можешь каждый месяц просить у Конгресса материалы или зелья, которые стоит феер, или ты можешь использовать его для заимствования книг. Люсиин прикрепил активированный магический значок слева на груди, а затем посмотрел на туманный значок арканы. Мистер Эрик, что насчет этого? Мой значок арканы? Ты запишешь свою уникальную магию и отдаешь ее мне, если у тебя есть что-то, ответил Эрик. Тогда я смогу отправить документ в контрольный совет по аркане. Потребуется около получаса, чтобы узнать результат. Не беспокойся, я не буду читать. Люсиин улыбнулся. Я понял, спасибо, Эрик. Тогда что насчет документа для арканы? Кроме того, отправляя мой документ в совет, я отправлю его и в журналы. Так, твой документ? Эрик поднял голову и посмотрел на Люсиина очень удивленными серыми глазами. Да, у меня есть некоторые интересные идеи об уникальной магии, которую я улучшил самостоятельно. Люсиин улыбнулся и небрежно кивнул, поэтому я хотел бы создать для нее документ. Ты знаешь аркану? Эрик задал вопрос напрямую, так как он никак не мог поверить, что молодой человек, который только начал изучать аркану, мог получить какие-либо результаты исследований, каким бы талантливыми он ни был. Люсиин хорошо понимал, почему Эрик был удивлен, так как никто из его родного мира не выводил каких-либо значимых результатов исследований после изучения предмета чуть больше месяца. Поэтому Люсиин вежливо объяснил. Скажу честно, я не могу расценивать свои идеи как часть арканы, но я чувствую, что механизм, который я применял для улучшения этого заклинания, может быть интересен. Конечно, я также не знаю, может он уже существует. Хотя Люсиин знал, что рано или поздно ему нужно будет продемонстрировать свою силу и талант, чтобы получить больше возможностей в определенной группе или организации, как новичок с очень ограниченными знаниями о Конгрессе, Люсиину приходилось сначала оставаться скромным и осторожным. Когда он ясно изложил нынешний уровень знаний и прогресс исследований в разных школах, Люсиину еще нужно было самостоятельно провести магические эксперименты, чтобы убедиться, что знания, которые он принес из своего первоначального мира, работают здесь также, но после этого Люсиину нужно было бы действительно продемонстрировать свою способность. Конечно, помимо этого, результаты исследований, которые Люсиин собирался опубликовать в будущем, должны быть выпущены в соответствии с научным порядком, иначе многие из искушенных колдунов могут понять, что Люсиин был больше, чем гением, но и на самом деле чудаком и чужаком. В таком случае Люсиин подверг бы себя еще большей опасности, прежде чем он получит достаточную силу, чтобы защитить себя. Услышав объяснение Люсиина, выражение лица Эрика слегка расслабилось. Я понял, но я должен тебе напомнить, что если результат твоего исследования основывается на каких-то древних магических убеждениях, ответ от совета может тебя разочаровать, поскольку многие из этих древние верования уже свергнуты арканой. Попытка не пытка, верно? Люсиину смехнулся. Наверное. Ответил Эрик с большим сомнением. Что ж, когда ты хочешь представить документ, я могу сделать это сегодня, серьезно сказал Люсиин. Что? Ты знаешь, что мы заканчиваем работу в 6. Осталось всего 80 минут. Эрик снова очень удивился. Нет проблем, мистер Эрик. Люсиин был очень уверен в себе. Я уже разработал проект, соответствующий формату Арканы. 80 минут достаточно. Кстати, мистер Эрик, могу я еще раз спросить, должен ли я отправить свой документ в журналы? Увидев решимость Люсиина, Эрик протянул ему рулон пергамента и сказал, да, когда документ получит одобрение совета, автор должен сам отправить документ в журналы. Поскольку Конгресс не позволяет отправлять один и тот же документ в несколько журналов, ты должны быть осторожен с выбором журнала. Чем влиятельнее, тем лучше. В любом случае, мы можем поговорить об этом после того, как твой документ пройдет. Эрик закончил разговор, ты можете пройти в ту комнату. У меня еще есть дела. В светло-голубом конференц-зале, защищенном несколькими магическими кругами, Люсиин был занят разработкой своего первого документа в этом мире. Применение звуковой волны в магической чувствительности. Эксперимент и следующий полет летучих мышей. Летучая мышь. Слух. Орган. Звуковая волна. Чувствительность. Как однажды сказал мистер Дуглас, в этом мире существует так много, казалось бы, привычных явлений, которые мы склонны игнорировать в повседневной жизни, однако на самом деле есть много великих секретов, скрывающихся за ними. Все знают, что летучие мыши могут легко летать и быстро охотиться в темноте, но немногие пытались выяснить, почему они могут избегать препятствий во время полета ночью. Люсиин был хорошо знаком с этим форматом. Прямое и понятное объяснение – это то, чего хотел добиться Люсиин. Причина, по которой Люсиин решил представить документ, разработанный из заклинания ученика «Крик летучей мыши», состояла в том, что теория, лежащая в основе этого заклинания, была совершенно независима от нынешнего знания Аркана и могла быть основана на традициях древней магической системы, которая изучала структуры различных магических существ для разработки и улучшения заклинаний. И единственное отличие в работе Люсиина состояло в том, что Люсиин теперь изучал обычное существо. По сравнению с обычным представлением заклинания, выгоды представления документа, несомненно, были более значительными. Хотя Люсиин никогда не проводил этого эксперимента, основываясь на своих знаниях, ему было нетрудно составить методологию и статистику исследований. В своей документе Люсиин написал о нескольких группах контролируемых экспериментов, проведенных для исследования того, как летучие мыши могут видеть в темноте. Исчерпав возможные ответы, включая глаза летучей мыши, крылья и волосы, описав эти эксперименты, Люсиин перешел к заключительному этапу. В последней группе контрольных экспериментов Люсиин написал, как установил это, повредив уши и органы в носу и во рту исследуемых мышей. По словам Люсиина, на этот раз летучие мыши не могли нормально летать в темноте. Поэтому Люсиин в конце концов сделал вывод, что летучие мыши использовали свои уши для получения звуковых волн, создаваемых органами носа и рта, чтобы обнаруживать объекты, когда они летели в темноте, не используя глаза. После эксперимента Люсиин сообщил, как он улучшил колебания Хамана и тем самым создал новое заклинание ученика, крик летучей мыши. В конце Люсиин объяснил, что из-за сложности структур органов летучей мыши ему нужно было использовать настоящую мозговую ткань летучей мыши в качестве инструмента для заклинания. После тщательного прочтения написанного документа Люсиин проанализировал заклинание ученика, крик летучей мыши на другой части пергамента и объяснил, как использовать его, как новое заклинание, представленное съезду. Когда Люсиин встал, завершив документ, он взглянул на часы и обнаружил, что все это заняло даже меньше получаса. Он был совершенно уверен, что в этой области не было проведено подобных исследований, поскольку, когда он преподавал основы арканы Аннику, Хидиэлайри, он никогда не сталкивался с чем-либо подобным. Открыв дверь зала заседаний, Люсиин увидел Лазаря, который ходил взад-вперед по коридору. Услышав открывшуюся дверь, Лазаря возбужденно обернулся и спросил, мистер Эрик сказал мне, что ты составляешь документ, это правда, да, но ничего такого. Я просто представляю мое улучшенное заклинание, небрежно сказал Люсиин Лазарю, когда ты улучшил пылающую руку Лазаря, ты тоже написал несколько работ, верно, да. Ответил Лазар на автомате, но этот вид документа, знаешь, повторяя идет других людей и делая улучшения, часто нельзя пройти совет. В большинстве случаев можно заработать очки только новым заклинанием. Я знаю, я просто пытаюсь, Люсиин улыбнулся и пожал плечами. Я понимаю, Лазарь кивнул, но подожди, будучи новичком в аркане, ты уже можешь улучшать заклинание, как это возможно? Люсиин ответил, да ладно, древние колдуны тоже должны делать улучшения. Лазарь издал длинное хайм-м-м-м и серьезно кивнул, тогда Эванс я предлагаю тебе не надеяться слишком сильно, что заработаешь какие-то очки документом. Пока Люсиин говорил, он постучал в дверь кабинета мистера Эрика. Люсиин и Лазарь вошли в офис вместе и передали документы Эрику. Эрик взглянул на длинный пергамент в руке и кивнул. Могу сказать, что ты очень подготовлен, Эванс. Кстати, к какому полю принадлежит магия, могу я спросить. Звуковая волна, ответил Люсиин коротко и ясно. Эрик положил два рулона пергамента в две папки, а затем взял перо и написал звуковая волна на одной стороне каждого из них. Положив две папки в клетку, Эрик снова дернул колокольчик. Белый свет мгновенно закрыл клетку, и когда свет исчез, папки уже исчезли. Через тридцать минут мы узнаем результат. Эрик снова сел, но я полагаю, тебе не стоит надеяться, Эванс. На пятнадцатом этаже башни, в просторном офисе, здесь было много звенящих колокольчиков, со сложными магическими кругами, из ниоткуда появилось много папок. В этом офисе не было людей, только пара рук в воздухе собирали папки. Элемент, к мистеру Равенде, мистеру Гастан, некромантия, к. Пока это, своего рода, машина говорила, руки клали папки обратно в магические круги, соответствуя различным заказам. Согласно правилам съезда, члены высшего совета не могли присоединиться к совету пересмотра Арканы, но их можно было пригласить в качестве специальных консультантов, когда документ выходил за рамки знаний совета. Для обычных документов чаще всего хватало двух членов комитета, чтобы независимо рассмотреть и оценить произведение, а затем вывести средний балл. Если возникали разногласия, задействовали третьего члена комитета, а если проблему не могли решить и тогда организовывали небольшое собрание. Магия звуковой волны. В отдел магического обмена, чтобы убедиться, что это новое заклинание, а затем мистеру Горфилду и мистеру Джеффри. Документ, основанный на том же заклинании, тогда, прямо к мистеру Горфилду и мистеру Джеффри. В отделе вспыхнул свет на пятнадцатом этаже башни, в другой комнате. Когда раздался звонок, марионетка подняла документ и быстро пролистала его. Звуковая волна? Уровень ученика? Пробормотал марионетка. Мастер сказал, что он не будет рассматривать документы ниже определенного уровня, а учеников мастера сегодня здесь нет. Увы, документ может быть только передан нескольким арканистам из общей арканы. После определения уровня документа марионетка подождала около пяти минут, пока не получила сообщение о том, что само заклинание крик летучей мыши было подтверждено. Затем марионетка позвала красновато-зеленую птицу за окном. Сегодня эта птица отвечала за то, чтобы отнести несколько бумаг в другую магическую башню. Нелегко было использовать магические круги для отправки вещей между разными башнями. Птица летела очень быстро, с перьями, образующими щит для сопротивления сильному ветру. Вскоре птица исчезла в небе. На третьем этаже синей магической башни в грязной комнате, заполненной книгами, мужчина средних лет со светло-желтыми усами, хмурясь и размышляя, смотрел на книги перед ним. Для колдунов такого уровня, каким обладал этот человек, ему нужно было постоянно прогрессировать в своем собственном специализированном поле арканы. В это время он услышал, как что-то стучит по силовому щиту башни. Улыбнувшись, мужчина отложил журнал и нажал кнопку на столе. Энергетический щит был опущен, и окно открылось. Та же самая птица с красным клювом и зелеными перьями влетела внутрь. С гордостью прогуливаясь по столу взад-вперед, птица опустила документы. «Мистер Вудс, это документы на сегодня. Пожалуйста, просмотрите их как можно скорее». Когда птица говорила, ее голос был таким же сладким, как щебетание. Вудс вытащил несколько маленьких белых крупиц и осторожно бросил их птицы. «Есть ли что-нибудь среди них для нового магического обзора, Селена? Если нет, то вернись и забери их завтра». Маленькая птичка ответила, клевые белые крупицы. «Вот, мистер Вудс, пожалуйста, посмотрите его сейчас». Затем маленькая птица выбрала один из рулонов пергамента. Когда Вудс почитал новый магический доклад Люсиина, на его лице появилось удивленное выражение. Крик летучей мыши. Уровень ученика. Интересно. Прочитав доклад, Вудс поспешно начал искать что-то среди всех рулонов пергамента на столе. Не то, не то. Должна быть соответствующая бумага. Есть. Люсиин Иванс. Летучие мыши. Вытащив документ от Люсиина Иванса, Вудс начал внимательно читать. «Этот молодой человек очень любопытен. У него есть потенциал стать арканистом», – пробормотал Вудс. Удивительно, этот парень тщательно изучил летучих мышей, и это не магическое существо, а древние колдуны занимались изучением магических существ, чтобы найти свою силу. Контрольный эксперимент был также очень тщательно разработан. Хотя эксперимент не имеет особого отношения к аркане, образ мышления этого молодого человека все же очень творческий и впечатляющий. Подождите. Люсиин Иванс – всего лишь колдун первого круга? Это тоже удивительно. Вудс почувствовал, что Люсиин Иванс было слишком распространенным именем, чтобы талантливый колдун был замечен в академии, поэтому Вудс подумал, что он должен предложить этому Люсиину Ивансу добавить лишнее слово после его имени для отличия. Прочитав статью, Вудс встал и попросил своего ученика поймать двух летучих мышей для него. Вудс понадобилось немного времени, чтобы повторить эксперимент Люсиина, и он подтвердил результат его работы. Вудс очень волновался. Звуковая волна действительно может быть использована для определения цели в пространстве. Это уже не просто оружие для сдерживания или убийства. Звуковая волна не принадлежала исключительно какой-то определенной школе. Фактически, во всех школах были заклинания, основанные на звуковой волне, например, колебание Хамана принадлежало к силовой школе, а войбаншик школе некромантии. Хотя у Вудсу оставалось немного времени, чтобы написать ответ на идею Люсиина, он решил сесть и сначала записать свой комментарий к документу. Новаторство. Та же сцена была в другом отделе в магической башне, но этот отдел оказался штаб-квартирой журнала «Звуковая волна». В зале административного отдела колдунов Люсиин сидел на диване, дегустируя безалкогольный напиток под названием «Небесно-синий», рекомендованный Лазарем. Люсиину нравилась его сладость, болтая чистую голубую жидкость в прозрачном бокале. Люсиин неспеша потягивал напиток во время разговора с Лазарем о каком-то здравом смысле Конгресса. Время уже подходило к пяти сорока, и магическая башня скоро закрывалась, но оба колдуна все еще сидели в зале, болтая о всякой ерунде. И Синди, и Донна было очень любопытно, поэтому Синди, вытянув шею, прошептала. Мистер Лазарь, мистер Иванс, вы чего-то ждете? Лазарь улыбнулся, указав на Люсиина. Я с Ивансом жду результата его магической оценки и результата его документа. Ну, может быть, не результата документа. Вы знаете, что обзор документа обычно занимает три дня, так как все члены совета очень-очень осторожны. Конечно, у членов совет всегда есть свои важные дела. Синди сначала согласилась с Лазарем, а потом с большим удивлением повернулась к Люсиину. Подожди, документа мистера Иванса? Лазарь кивнул. И Синди, и Донна были больше чем шокированы. Мистер Иванс, вы изучали Аркану раньше? Я начал изучать Аркану около месяца назад, ответил Люсиин. Но, хотя я и добился определенного прогресса, этот документ основан на моем прошлом опыте. Понятно. Синди кивнула и улыбнулась. Хотя этот документ, честно говоря, вряд ли пройдет обзор совета. Я уверен, что новая магия поможет вам активировать значок вашей Арканы. Мистер Иванс, я впервые вижу, чтобы кто-то представил свой документ в первый же день в Конгрессе. Ваше имя будет в моем дневнике, это точно. Это честь для меня, Люсиин улыбнулся, чувствуя себя довольно расслабленно. Спустя некоторое время Лазарь достал карманные часы и взглянул на них. Иванс, нам уже пора к мистеру Эрику. Удачи, сказали обе девушки. В офисе Эрика. Результата еще нет. Кажется, сегодня совет очень занят, сказал Эрик, который тоже был немного удивлен, так как в большинстве случаев обзор магии уровня ученика не занимал больше 20 минут. Лазарь был немного обеспокоен. Мистер Эрик, можем ли мы подождать здесь? Если хотите, Эрик кивнул, а затем развернулся и взял книгу, чтобы начать работать над своими делами. Люсиин оставался довольно спокойным. Он был совершенно уверен, что крик летучей мыши уже прошел обзор, ведь плохие новости должны были бы уже прибыть, и это означало, что у Люсиина уже было хотя бы одно очко арканы. В офисе было очень тихо. Когда осталось всего несколько минут, прежде чем башня закроется до следующего дня, клетка снова засветилась белым светом. Эрик положил перо и встал. Наконец, вот они, когда белый свет исчез. Эрик смутился, почему есть три папки. Затем он достал одну и прочитал. Крик летучей мыши, колдовство уровня ученика. По словам мистера Горфилда и мистера Джеффри, эта магия новаторская, но структура заклинания по-прежнему очень проблематична. Основываясь на пяти аспектах оценки уровня, теории эффективности, структуре и значению, три кредита арканы и четыре очка арканы, Эрик был очень удивлен. Посмотрев на Люсиена, он пробормотал. Новаторская, три кредита арканы, для заклинания уровня ученика. Эрик прекрасно знал, что новое заклинание первого круга может выиграть колдуну два кредита, и он хорошо понимал, что означало слово новаторская. Лазарь тоже повторил, чувствуя нереальность происходящего. Три кредита арканы и четыре очка арканы за новое заклинание Эванса. Люсиен же наоборот оставался относительно спокойным. Он действительно не понимал, насколько щедрой была награда, и он все еще ждал комментария о своем документе. Эрик быстро взглянул на Люсиена, а затем передал папку Лазарю. Да, невероятно, но это правда. После того, как Лазарь пару раз прочитал документ, он посмотрел на Люсиена, как будто он совсем не знал его. Подражание летучей мыши? Да, подтвердил Люсиен. Подражание летучей мыши для обнаружения объектов? Ну, это... Это очень креативно. Лазарь потер себе лоб. Я должен признать, что сейчас чувствую зависть. В это время Эрик уже открыл две другие папки, и он выглядел совершенно ошеломленным. Вот результаты обзора документа Эванса. Лазарь не мог поверить своим ушам, и на лице Эрика были отражены смешанные чувства, когда он вспомнил о том, как отнеслись к нему, когда он представил свой первый документ арканы. Да, Эрик немного помолчал и ответил, по словам мистера Горфилда, это статья новаторская, тщательно продуманная, проницательная и впечатляющая, и четыре кредита арканы и шесть очку арканы даются автору. Мистер Горфилд также предложил автору добавить какие-нибудь дополнительные слова после его имени для того, чтобы отличать его от других. И мистер Эрик, и Лазарь уставились на Люсиана, поскольку ничего подобного раньше не случалось. Посмотрев на Люсиана, Эрик продолжал читать комментарии. Что касается мистера Джеффри, его комментарий таков. Увлекательная разработка эксперимента, осторожное исследование и построение, и он также упомянул о недостатке твоих знаний и некоторых недостатках в новой магии, которую ты создал. Однако мистер Джеффри сказал, цель документа заключается не в том, чтобы показать, насколько совершенно это заклинание ученика, а в выявлении других способов применения звуковой волны, поэтому статья в документе является новаторской и проницательной. Лазарь тоже очень внимательно слушал комментарии, и его глаза сияли любопытством и волнением. Тем не менее, нельзя отрицать, что в этой статье по-прежнему не хватает глубины осуждений, поэтому документ может быть не столь устойчивым, каким мог бы. Разумеется, мы должны учитывать тот факт, что автор – всего лишь колдун без уровня арканы, и то, что он совершил, уже очень впечатляет. В то же время эта статья демонстрирует нам, что немагические существа также заслуживают тщательного изучения. Эрик читал комментарий мистера Джеффри внимательно и ясно, я должен отметить здесь, что способ мышления автора при проведении исследования идеально согласуется с ценными особенностями настоящего арканиста, а именно – острое наблюдение, смелая гипотеза, тщательная разработка эксперимента, строгий анализ, разумный вывод и заявление. У был удивлен, узнав, что у этого автора нет никакого уровня арканы. По всем аспектам автору рекомендуется выделить четыре кредита арканы и четыре очка арканы. Итак, каков окончательный результат, нетерпеливо спросил Лазарь. Он выглядел еще более возбужденным, чем Люсиин. Объединив мнение двух членов совета вместе, было решено предоставить четыре кредита арканы и пять очков арканы, ответил мистер Эрик. По сравнению с мистером Горфилдом, мистер Джеффри, по-видимому, оказался более дотошным или, можно сказать, очень вдумчивым, несмотря на то, что оба они дали очень похожие комментарии. В то же время, его подробное описание дало Эрику и Лазарю приблизительное представление о теме статьи Люсиина и его новой магии. Основываясь на изучении органов летучих мышей, твоя статья обсуждает роль высокочастотных акустических волн в локализации и наведении, вау, это что-то, хотя наблюдение за существами в этом твои силы, так как ты следуешь древней магической системе. Я также часто изучаю летучих мышей, но я никогда не пытался сосредоточиться ни на чем другом, кроме их полета, как колдун второго круга, когда Лазарь пытался проанализировать одно из самых важных заклинаний третьего круга, полет он наблюдал за большинством существ, которые могли летать, но так и не обнаружил ничего подобного. Честно говоря, Лазарь очень сожалел об этом. Тем не менее, Лазарь также понимал, что этот способ проведения исследований был тем, на чем специализировались древние колдуны, поэтому он все еще чувствовал себя очень счастливым для Люсиина и искренне обнял его. Поздравляю, Эванс, ты первый человек из всех, кого я когда-либо встречал, кто выиграл так много кредитов Арканы в первый день. Я уверен, что скоро у тебя будет уровень Арканы. Многие великие Арканисты смогли получить больше ста кредитов в течение одного дня, благодаря своим предыдущим академическим работам, поэтому получение семи кредитов в день было не слишком удивительным. Ты не возражаешь, если мы рассмотрим твои исследования более подробно, Эванс спросил Лазарь, как ты разработал свои исследования на основе этих летучих мышей. Даже Эрик тоже обернулся, чувствуя довольно сильное любопытство. Когда Люсиин собирался ответить, Лазарь пошутил. Твоя статья была рассмотрена советом. Не беспокойся, мы не скопируем твою работу, ха-ха. Кроме того, если твоя работа будет процитирована кем-то еще, ты можешь заработать больше кредитов. На самом деле все не так уж сложно. Лазарь, ты когда-нибудь видел летучих мышей, летающих в темных пещерах? Ухмыльнулся Люсиин, почему они могут это делать, не врезаясь ни во что в темноте? Для двух Арканистов короткого объяснения Люсиина было уже достаточно. Эрик неосознанно коснулся своей наполовину лысой головы и сказал, результаты некоторых исследований Арканы выглядят очень просто, но без особого наблюдения и пытливого ума Арканиста к ним никогда не прийти. Я не представляю, какое множество возможностей для публикации больших статей я мог пропустить. Хотя Эрик все же сомневался в том, что новое заклинание было на самом деле придумано Люсиином, или это было уникальное заклинание, изобретенное каким-то древним волшебником из древней магической империи, никто не мог доказать этого. Вау! Люсиин это действительно, действительно нечто. Может быть я подниму каких-нибудь маленьких существ к тебе домой, ха-ха, и кто знает, что я смогу найти? Лазарь был очень впечатлен. Поскольку Люсиин не пытался скрыть свое исследование от него, Лазарь думал, что Люсиин еще больше заслуживает доверия. Поскольку твою статью прокомментировали два члена совета директоров, как новаторскую, я уверен, что ты можешь опубликовать свою статью в подходящем журнале. Как только другие люди начнут ссылаться на твою статью, ты сможешь получить больше кредитов Арканы, чем у тебя уже есть, взволнованно сказал Лазарь Люсиину. Верно. Через 2-3 месяца после публикации статьи ты можешь рассчитывать на получение большего количества кредитов от работы других людей. Ха-ха, Эрик также считал это довольно забавным. Если через 3 месяца, Эванс, ты не пройдешь нашу оценку Арканы, чтобы получить базовый кредит от Арканы, ты станешь первым колдуном, у которого больше 10 заклинаний Арканы, но при этом нет уровня Арканы. Услышав их комментарии, Люсиин воспользовался случаем и спросил, тогда, какой журнал мне выбрать, мистер Эрик, Лазарь, лично я считаю, что тема моей статьи «Звуковая волна» весьма ограничена и, возможно, немногие колдуны станут цитировать мою работу. И это тоже верно. Кроме того, после определенного периода времени, когда ты можешь получать много кредитов, все больше и больше колдунов начнут ссылаться на статьи других людей, которые разработаны на основе твоей статьи, но не на твою оригинальную работу. Ты все еще будешь получать некоторые кредиты от этой статьи, но, безусловно, это будет реже и нее стабильно, Эрик кивнул, если ты хочешь, чтобы твоя статья цитировалась чаще, то, конечно, лучшим выбором будет Аркана и Магия. Эти два журнала являются самыми влиятельными в этом магическом мире, но в большинстве случаев они публикуют только самые важные исследования от величайших арканистов, поэтому, вероятно, их пока ты выбрать не можешь, Люсиен кивнул. Он знал, что предложение мистера Эрика было очень разумным. Тогда есть еще 42 разных журнала, в том числе 11 журналов, принадлежащих к разным школам, 7 спонсируемых отделами Конгресса, 3 индексных журнала, 18 о подразделениях полей, 3 для младших арканистов. Другие слишком мелкие и не одобрены Конгрессом, и ты не получишь никаких кредитов от них, пояснил Эрик. Я понимаю, вы можете быть более конкретным, мистер Эрик, спросил Люсиен. И элемент, и журнал Холма очень влиятельны, но они также очень строги. Лично я не стану рекомендовать тебе пробовать соваться в них, Эванс, потому что твоя статья может быть недостаточно важной, будучи директором административного отдела колдунов. Эрик тщательно анализировал информацию для Люсиена. Значит, я выберу те, что о подразделениях полей. Люсиен немного наклонил голову. Звуковая волна, очевидно, самый авторитетный журнал для твоей статьи среди всех, и он по-прежнему относительно влиятелен. Общая аркана, более влиятелен, чем звуковая волна, но и также более строг с обзором статей. Немного помолчав, Эрик продолжил, если ты отправишь статью в обсуждение арканы или журнал магических исследований, два всеобъемлющих журнала специализированных на низкоуровневых арканистов, я уверен, что твоя статья будет опубликована, но их влияние не слишком высоко. Поэтому, подводя итог, рискнуть тебе или не рискнуть, решать тебе самому, Эванс. Люсиен искренне кивнул, я понял. Спасибо за подробное объяснение, мистер Эрик. Не беспокойтесь, это моя работа, на упрямом лице Эрика появилась легкая улыбка, сейчас почти шесть. Эванс, не торопись, подумай об этом вечером, и отправь статью завтра, прежде чем журнал будет опубликован в этом месяце. Лазарь также высказал свое предложение. Я бы предложил звуковую волну. В конце концов, это самый авторитетный журнал в этой области. Я ценю твой совет, Лазарь, и я обязательно подумаю об этом, ответил Люсиен. Пока он говорил, Люсиен передал Эрику свой значок арканы, чтобы активировать его. Взяв значок и собираясь активировать его, Эрик заметил третью папку в клетке, которую все они игнорировали до этого момента. Растерявшись, Эрик открыл папку. Что там, мистер Эрик, с любопытством спросил Лазарь. У Эрика, держащего папку в руках, лицо выглядело еще более удивленным, чем раньше. Обернувшись, Эрик сначала глубоко вздохнул, а затем сказал Люсиену. Эванс, общая аркана хочет договориться с тобой о сотрудничестве. Если ты готов отправить им свою статью, они обещают, что твоя работа будет среди первых пятнадцати самых важных статей в этом месяце. Будучи арканистом третьего уровня, Эрик никогда не получал никаких приглашений к сотрудничеству, а только множество писем с отказами. Хотя Лазарь уже был потрясен много раз за сегодня. Услышав слова Эрика, он все еще не смотреть на Люсиена так, как будто он смотрел на монстра. Люсиен, ты понимаешь, что это значит? Уверен, что нет. Большинство арканистов ниже среднего ранга никогда не получали и никогда не получат приглашений к сотрудничеству и, естественно, я один из них. Наши кредиты от арканы обычно поступают от совета, и у большинства из нас не могут получить семи кредитов и за несколько лет. Похоже, мне действительно повезло, Люсиен хотел остаться скромным. Да ладно, повезло. Это не имеет никакого отношения к везению. Мой друг Лазарь взволнованно замахал обеими руками. Уже пошел четвертый год с тех пор, как я окончил школу. Среди документов, которые я написал, по меньшей мере десяти, только три из прошли обзор совета, а среди трех, только один был опубликован в обсуждении арканы, предпоследний документ в журнале этого месяца. Я слышал, что только гении могут получать приглашения вроде, скажем, мистера Улисса или мистер Филиппе. Хотя Лазарь чувствовал себя очень жалким, он говорил без сарказма. Определенно, он был очень хорошим другом. Ротерика слегка открылся, он попытался что-то сказать, но быстро сдался. Он потратил 20 лет на то, чтобы заработать 100 кредитов арканы и стать арканистом третьего уровня. Наконец он издал мягкий вздох. Слово «Новаторское». Неудивительно, что этот журнал просто отправил предложение. Хотя применение значения твоей статьи относительно ограничено, иванс это действительно то, что твоя статья может выиграть от слова «Новаторское» от членов совета. Каждый год, не считая работ великих и первоклассных арканистов, менее десяти работ могут получить эту похвалу. Я понимаю. Люсиин наконец понял, насколько важным было это ключевое слово. Лазарь посмотрел на Люсиина, и взволнованно сказал, загибая пальцы и перечисляя. «Новаторское, революционное, чрезвычайно важное, широко распространенное применение, заслуживающее большой дискуссии, это ключевые слова, используемые членами совета, чтобы наиболее высоко оценить статью. Конечно, если твою статью назвали «Способная изменить время», то поздравляю, Эванс, ты можешь стать одним из великих арканистов». Когда Люсиин взял папку у мистера Эрика, зазвонил колокольчик, и в клетке свет снова вспыхнул. Появилась новая папка. Эрик взял папку, и когда он открыл ее, его лицо выглядело немного обескураженным, как и лицо Лазаря. «Эванс, тебе пришло еще одно приглашение к сотрудничеству от «Звуковой волны», сказал Эрик Люсиину, пытаясь успокоиться, они обещают то же самое, плюс к этому, они могут порекомендовать твою статью в еще три индексных журнала». Эрик и Лазарь чувствовали, что единственное, что теперь их может удивить сильнее, это только предложение от аркана или магии. «Какой из них выберешь, Люсиин?» Усмехнулся Лазарь, «Я лично все еще предлагаю «Звуковую волну», поскольку он более профессиональный, и они сделали тебе более выгодное предложение. «Спасибо, Лазарь, но я сам предпочитаю общую аркану». Люсиин улыбнулся, и причина этого проста. Общая аркана первая отправила приглашение, и это означает, что они ценят мои исследования. Лазарь не совсем был согласен с Люсиином, но когда он собирался что-то сказать, колокольчик прозвонил три раза. Эрик взглянул на значок в руки Люсиина и сказал ему, «Эванс, мы на сегодня заканчиваем, и я боюсь, что тебе придется вернуться сюда завтра, чтобы активировать свой значок». «Мистер Эрик, могу ли я как-нибудь сделать это сегодня?» спросил Люсиин немного разочарованно, «Я планировал посетить библиотеку общей арканы и отдел магического обмена». Эрик покачал головой, проспел и другие алхимические жизни никогда не станут работать ни одной лишней минуты, если их не попросит их хозяин. Даже если бы твой значок был активирован сегодня, ты не смог бы посетить эти два места, потому что они уже тоже закрыты. «Приходи завтра утром, и не беспокойся, кредиты и баллы навсегда твои». Лазарь кивнул, «Пойдем поужинаем, Эванс. Чаще всего эти алхимические жизни очень ленивы». Сказав это, он быстро взглянул на сияющую стену и добавил, «Конечно, они бывают быть очень продуктивными и прилежными, когда это необходимо. Кстати, не забудь последовать совету и добавить дополнительное слово к своему имени для оригинальности, Люсиин». Понятно, доброго вечера, мистер Эрик, Люсиин слегка поклонился и прикрепил неактивированный значок арканы на свою одежду. В зале административного отдела колдунов, когда Синди и Дона уже собирались уходить, они увидели, что Лазарь и Эванс вышли из кабинета мистера Эрика. «Поздрав, эй, Эванс, почему ваш значок арканы не был?» Сначала Синди, но быстро остановилась, так как не хотела смущать мистера Эванса. «Нет, нет, нет, Лазарь, как друг Люсиина, очень гордился им, поэтому начал хвастаться, наш дорогой мистер Эванс, первый колдун, чья статья по аркане была одобрена советом в тот же день, когда он прибыл в Аллен, первый колдун, получивший комментарий новаторский о своей первой статье, первым колдун, получивший два приглашения к сотрудничеству от двух крупных журналов со своей самой первой статьей. В речи Лазаря было так много слова первой, что Синди и Дона едва могли поверить своим ушам. Глаза девушек сияли восхищением. «Мистер Эванс, вы обязательно будете в наших дневниках сегодня», — Синди также добавила. «Мистер Эванс, мы с нетерпением ждем момента, когда сможем прочитать твою статью. И еще раз, пожалуйста, не забывайте нас, когда станете колдуном среднего звена, ха-ха. Как насчет того, чтобы устроить празднование в честь мистера Эванса сегодня», — предложила Дона. «Если дамы не возражают, я хочу пригласить вас обеих поужинать с нами», — Люсиин улыбнулся. Он хотел завести больше друзей в Аллене. «Конечно, мы с удовольствием», — Синди взволнованно кивнула, перейдя на «ты». «Кстати, мистер Эванс, так как ты уже получил семь кредитов от Арканы, почему твой значок еще не активирован?» «Ха, мистер Эрик был настолько потрясен достижениями Люсиина, что забыл это сделать», — Лазарь засмеялся. «Когда он это понял, все уже ушли по домам, ух ты!» «Трудно представить мистера Эрика с шокированным лицом». Обе девушки хихикнули, пока они ждали девушек, чтобы отправиться на обед вместе, Лазарь посмотрел на Люсиина и сказал. «Люсиин, среди всех комментариев, которые ты получил, знаешь, какому из них я больше всего завидовал?» «М. Новаторски», — неуверенно ответил Люсиин. «Нет, Лазарь слегка покачал головой, выглядя немного подавленным, комментарию о твоем арканистическом мышлении. Во всех документах, которые я отправил и получил отказ, члены совета продолжали говорить мне, что мое мышление является проблематичным и недостаточно строгим для арканиста. Больше чтения и больше размышления может улучшить образ мышления». Люсиин попытался успокоить Лазаря, «Если ты не возражаешь, я могу делать для редактуру, ну знаешь, для оценки. Это будет здорово. Спасибо, друг». Лазарь снова взбодрился, но не беспокойся, моя следующая статья не будет готова ни через два, ни даже через три месяца. «Ах, кстати, когда оценка учеников завтра будет завершена, твоя учебная задача будет наполовину выполнена, и тебе нужно подумать о том, как распланировать свою жизнь здесь. Ну, подумай о том, что ты собираешься делать сегодня вечером, а завтра я тебе что-нибудь предложу, когда мы вместе отправимся в зону заданий». Люсиин серьезно кивнул. Его главной целью теперь было догнать других людей в знание арканы. После того, как они четверо насладились жареной рыбой и картофелем фри, традиционной кухней холма, Люсиин провел ночь в приятном отеле, по рекомендованным Лазарем, где Люсиин хорошо выспался. Рано утром следующего дня Лазарь встретил Люсиина у отеля, и они отправились в отдел оценки учеников. «Вот и ты, мистер Иванс». Едва Люсиин вошел в третью зону, Люсиин услышал веселый голос Хидии Лайрии. С книгами в руках они взволнованно смотрели на Люсиина, до того, как Люсиин пришел, они все перечитывали упражнения. «Доброе утро, мистер Иванс», – поздоровался Энник, он слегка пригладил желтые волосы со счастливой улыбкой на лице. «Доброе утро и удачи вам всем», – сказал Люсиин. Внезапно ему захотелось пошутить, просто расслабьтесь. «Если вы трое не пройдете тест, я просто могу дать вам больше упражнений, так что не беспокойтесь. Ну, спасибо, мистер Иванс, но мы думаем, что все будет в порядке», – три ученика покачали головами, выглядя довольно мило. В это время Симеон вышел из кабинета и хлопнул в ладоши. «Все ученики, пойдите на оценку». Нагло глядя на трех учеников Люсиина, Спринт уверенно посмотрел Люсину в глаза, так как он был уверен, что он сможет пройти оценку лучше, чем трое, получившие какое-то особое, но бесполезное обучение. В это же время, с другой стороны, Катрина тоже смотрела на Спринта. Она сказала себе, что на этот раз она должна обойти Спринт в оценке. Спринт тоже взглянул на Катрину, а затем вошел в комнату оценки, не сказав ни слова. Раньше, когда они были в штурке, и даже когда они находились на опасном корабле, Катрина и Спринт ни на минуту не прекращали свое соревнование. Часто они сбить друг друга с толку сложными вопросами, а когда у них была возможность практиковать произнесение заклинаний, они всегда видели, кто быстрее. И с того именно Спринт всегда побеждал, Катрина часто чувствовала себя несчастной. Увидев, как себя ведет Спринт, Катрина слегка топнула ногой, а затем, фыркнув, вошла в комнату. «Расслабьтесь», — Люсиин немного поднял подбородок, указывая на комнату. Анник серьезно кивнул. «Да, мистер Иванс». Затем он ушел вместе с Лайрией и Хиди, немного нервничая. Лазарь, засунув руки в карманы своего двубортного пальто, улыбнулся. «Люсиин, это те три ученика, которых ты обучал. Как их успехи?» «Они начали изучать Аркану всего чуть больше месяца назад, и я не могу похвастаться тем, что они многому у меня научились. Я просто заставил их множество повторить упражнения, чтобы помочь им заучить самые базовые вещи, насколько это возможно, чтобы они могли учиться Аркане и магии в будущем». Люсиин ответил небрежно, не заботясь об оценке, так как он знал, что его ученики уже подготовлены лучше, чем их сверстники. «Повторение упражнений?» «Звучит не очень привлекательно», — Лазарь усмехнулся, «ты не боишься убить в их творчество?» «Творчество для гениев, а эти дети ими не являются», — прямо ответил Люсиин, опираясь на то, чем они на самом деле не обладают, можно привести их только к разочарованию. Единственный выход для них — это упорно работать, и единственное, на что они должны полагаться, это на собственную настойчивость. Хотя Люсиин все еще улыбался, его голос звучал серьезно, они должны научиться мышлению Арканиста этими повторяющимися упражнениями, и эти упражнения могут заложить для них прочную основу знаний. Лазарь только болтал, не собираясь вступать в дискуссии, поэтому он немного наклонил голову и сказал, «У тебя есть и талант к учительству, Люсиин». Люсиин подумал, что именно так он учился, будучи учеником в своем родном мире, а затем очень быстро сменил тему. «У тебя много одинаковых черных пальто, Лазарь? Почему мне кажется, что ты никогда переодеваешься?» Лазарь засмеялся. «Да ладно, это пальто, это моя магическая одежда. Не говорите мне, что в твоем воображении только одежду с мрачными капюшонами можно назвать магическими мантиями. У нас есть всевозможные стили, скажем, формальный, повседневный, пальто, платье. Пока ты готов за это платить, сколько стоит магическая мантия второго уровня? Честно говоря, у меня ничего еще нет», — взволнованно спросил Люсиин. «Победная песня ночи», — Лазарь указал на свое пальто второго уровня среднего ранга, два фейера или очка арканы, производство 8, хорошая цена, хорошие качества, хорошая репутация. Люсиин был удивлен словами Лазаря, а затем быстро посчитал деньги, которые у него остались. «У меня всего шесть фейеров и девять очков сейчас». Кстати, Лазарь, верно ли, что одно очко арканы приравнивается к одному фейеру? Когда Люсиин путешествовал, он не особо заботился о деньгах и тратил на себя довольно много. «Верно», — кивнул Лазарь, — «но когда ты перейдешь на более высокий уровень, ты поймешь, что очки арканы на самом деле гораздо полезнее, чем у фейеры». По словам всех жадных банкиров, очки гарантируются собственным кредитом Конгресса. «Мне потребовалось много времени, чтобы сэкономить деньги на мантию, но, к счастью, колдуну нетрудно найти работу и заработать немного денег, и ты, возможно, сможешь зарабатывать 10 фейеров или очков в месяц, также получая дополнительный доход от других людей, изучающих твою магию. Поэтому я бы сказал, что ты сможешь купить такую мантию в течение двух лет или около того. Ясно. Определенно, два года — это все же долгий срок», — сказал Люсиин. «Я могу одолжить тебе. У меня еще осталось 30 очков от представления моего нового заклинания», — сказал Лазарь. «Я знаю, что ты обязательно все вернешь мне, потому что ты талантливый колдун, и я уверен, что многие люди захотят научиться твоему новому заклинанию уровня ученика. Спасибо тебе за твою щедрость, Лазарь», — Люсиин улыбнулся и сказал искренне. «У меня еще есть материалы, которые я могу продать за деньги». Люсиин думал о драгоценных волновых камнях, которые он забрал у Мурлока. «Я действительно завидую тебе, Люсиин», — честно признался Лазарь. Колдуны, которые следуют древней магической системе, более или менее часто получают некоторые материалы или магические предметы. Время шло быстро, пока Люсиин и Лазарь небрежно болтали снаружи комнаты для оценки. Вскоре дверь комнаты внезапно открылась, и показалась веселой Ахиди. Оценивание такое простое, мистер Иванс. Следом за Ахиди Лайрия вышла из комнаты и согласилась с ней. «Да, проще, чем упражнения, которые мы делали. Рад это слышать», — Люсиин улыбнулся и кивнул. «Как насчет тебя, Анник?» «Неплохо», — Анник застенчиво улыбнулся, приглаживая волосы, — «Как обычно, большое тебе спасибо, мистер Иванс. Возможно, вы, ребята, проигнорировали некоторые ловушки в оценке, и поэтому тест показался вам таким простым», — грустно прокомментировал один из учеников, вышедший следом. «Что ты думаешь, Спринт?» Спринт теперь выглядел менее уверенным. «Большинство вопросов нормальные, но некоторые из них были довольно сложны, я не уверен. Я чувствую то же самое». Услышав, что сказал Спринт, Катрина немного расслабилась. Она считала, что проблемы возникли только у нее, и что во время оценки очень сложно было только ей. «Это действительно сложно. У меня болит голова», — согласились другие ученики. Спринт, как ты проанализировал и построил заклинание ученика «Удар призрака». Увидев, что дверь в комнату для оценки закрыта, Катрина спросила после некоторого колебания. «Я пытался». Поскольку Спринт тоже был не уверен в этом, он не пытался скрыть свой собственный ответ, а хотел сверить его с ответом Катрины. К ним присоединились другие ученики, чтобы вместе сверить ответы, и все начали активно обсуждать оценивание. Однако и Хиди, и Лайрия почувствовали недоумение, потому что и на самом деле показалось, что все было не так уж сложно. Вскоре Анник, Хиди и Лайрия тоже присоединились к другим ученикам, оставив Люсиена и Лазаря с улыбками на лицах смотреть на них, энергично обсуждающих оценивание на другой стороне коридора. Когда ученики закончили сверять все ответы, было уже около 10-30. Все они перестали болтать и ждали результатов. В коридоре стало совершенно тихо. В это время дверь кабинета, где проходило оценивание, медленно открылась. Молча смотревшие на дверь ученики выглядели очень взволнованными. В руках Симеона была папка, и он серьезно сказал, «Теперь я зачитаю результаты оценки». Все ученики затаили дыхание, в том числе Анник, Лайрия и Хиди, которые считали, что тест был довольно легким. Первая группа, для тех учеников, у которых прочная основа знания Арканы, квалифицированный уровень духовной силы и способность к заклинанию, в ее состав вошли Анник, Лайрия и Хиди. Три ученика сильны в астрологии и элементе, что это невозможно. Другие ученики были ошеломлены, почему не Спринт и Катрина. Лица Спринта и Катрины внезапно побледнели, так как они не могли даже представить, что их обойдут Анник, Хиди и Лайрия, и они надеялись, что это просто ошибка. Однако Симеон сказал серьезно, «Если кто-то из вас не верит, не стесняйтесь обсудить с ними основные вопросы Арканы». Ни один ученик не осмелился поспорить с Симеоном. Не сказав ни слова, они неохотно приняли результат. В то же время многие обернулись и посмотрели на Люсина, чувствуя довольно сильное сожаление по разным причинам. Итак, вторая группа, для тех учеников, которые имеют относительно хорошую основу знания Арканы, квалифицированный уровень духовной силы и способности к заклинанию – это Спринт, Катрина и Алмаз. У Спринта и Катрины способности к силе, электромагнетизму и элементу, у Алмаза к призыву и некромантии. По мере того, как Симеон зачитывал результаты, некоторые ученики чувствовали себя радостнее, а некоторые довольно сильно расстраивались. В конце Симеон объявил, Анник, Лайрия, Хиди, Спринт и Катрина будут учиться в Дугласе, «Оймаз в Аллине». Основываясь на результатах, Симеон распределял учеников в разные школы. Все школы находились в Аллине, и никто не посещал школы в других округах или даже в странах. Когда они пошли за Симеоном в офис для оформления процедуры приема, Лайрия внезапно о чем-то подумала. Она эмоционально посмотрела на Люсиена и спросила, ее черные глаза при этом стали влажными. «Мистер Иванс, ты останешься в Аллине? Мы сможем снова тебя увидеть?» На глазах у Хиди и Анника тоже появились слезы. «Я думаю, что останусь в Аллине довольно надолго, пока не подвернется ничего нового», Люсиен улыбнулся. «Я буду навещать вас троих, когда буду свободен». «Отлично!» Хиди и Лайрия обняли друг друга и засмеялись со все еще влажными глазами. Анник тоже улыбнулся, но он смотрел в сторону, пытаясь скрыть свои эмоции. Идущий за Люсиеном и тремя учениками, Спринт все еще молчал. После того, как ученики вошли в кабинет, Катрина вдруг поклонилась Люсиену. «Я извиняюсь». Затем она быстро вошла в кабинет, оставив Люсиена без возможности что-то сказать. «Как здорово быть молодым!» Вздохнул Лазарь с волнением. Пройдя все оставшиеся формальности, Люсиен получил сертификат от Симеона, подтверждавший, что его учебная работа закончена. Затем Люсиен и Лазарь вместе отправились в административный отдел колдунов. «Кстати, Люсиен, — спросил Лазар, — у тебя есть идея, какое слово поставить после твоего имени?» «Люсиен Иванс Икс» Люсиен улыбнулся. Буква «Х» была загадочной, и это было также первой буквой настоящего имени Люсиена. «Х» им им. Звучит как таинственный и злобный ублюдок, «Ха-ха», по мере того, как они сближались друг с другом, Лазарь шутил все больше. Люсиен сказал с притворной хитрой улыбкой. «Когда-нибудь, когда я сделаю что-то великое, что шокирует весь магический мир, я должен будут оставить кровавый «Х» на сцене». Звучит здорово. Лазарь взмахнул кулаком «Это напоминает мне о таинственном профессоре, который оставил кровавые буквы, когда убил предателя». Лицо Люсиена на мгновение застыло от волнения, и он быстро начал говорить о знаменитых магазинах «Воллине». На этот раз в административном отделе колдунов Люсиен смог успешно активировать свой значок «Арканы». На черном значке засияло семь серебряных точек, которые выглядели довольно загадочными. Пока у этого значка не было никаких волшебных эффектов, но Люсиену сказали, что когда он станет арканистом среднего ранга, его значок «Арканы» будет зачарован заклинанием, и еще одним, когда он будет повышен до старшего ранга, и то же самое будет сделано с его магическим значком. «Итак, Икс, после твоего имени?» – переспросил Эрик, наблюдая за тем, как Люсиен закрепляет свой значок «Арканы» на своей груди, с левой стороны. Люсиен серьезно кивнул. «Да, что-нибудь еще, мистер Эрик? Ничего, только напомнить, что тебе нужно как можно скорее поселиться в Аллине, а после оставить мне свою контактную информацию. Кстати, когда ты ответишь общей Аркане, тебе тоже лучше оставить свой адрес и контактную информацию для дальнейшей переписки», – небрежно сказал Эрик. Затем он обернулся и сказал кому-то, кто стучался в дверь офиса, «заходи». Видя, что Эрик был занят, Люсиен и Лазарь поспешно поклонились ему и покинули его кабинет. «У мистера Эрика так много дел», – сказал Люсиен и оглянулся на офис Эрика. Как будто Лазарь услышал в этом шутку, он рассмеялся. Конечно, у него много дел, ведь он работает только два дня в неделю в течение 14 часов. Всего два дня? Тогда как насчет остального времени, – удивился Люсиен. Он может изучать магию, делать эксперименты или что-нибудь еще, что ему хочется делать, – пожал плечами Лазарь, и должность директор департамента все еще приносит ему 30 фееров или очков Арканы в месяц. Вот почему у нас есть 10 директоров в административном отделе колдунов, но только колдуны среднего звена имеют возможность получить эту работу. Люсиен, конечно же, стремился к этой работе. Это, безусловно, идеальная работа, которая хорошо оплачивается, несмотря на очень небольшое количество работы. Если бы работа была не такой, ни один колдун среднего ранга не захотел бы выполнять утомительную и трудную работу. В конце концов, главная цель каждого колдуна – учиться магии и Аркане, чтобы повысить свою силу, а не и иметь дело с этими офисными документами. Только те, кто не хочет добиться какого-либо успехов, балуют себя богатством. Будучи молодым, Лазарь был довольно амбициозным, и поэтому он смотрел сверху вниз на колдунов, которые довольствовались такими вещами. Потом Лазарь стал более серьезным. Что ты планируешь, Люсиен, изучать Аркану или брать задания, чтобы заработать больше денег? Я хотел бы потратить некоторое время на изучение Аркана и проведение экспериментов. За прошлый год Люсиен по горло насытился своей неустойчивой жизнью. Тогда я предлагаю тебе выбрать работу в магических школах. Лазарь кивнул. Зачем, спросил Люсиен, потому что он планировал не работать вообще, а сосредоточился на учебе, прежде чем он перейдет ко второму магическому кругу. Ну, так как твое учебное издание на самом деле выполнено только наполовину, Лазарь усмехнулся, небрежно прислонившись спиной к стене, позже тебе нужно выбрать одно задание из двух. Одно заключается в том, что ты можете учить двух учеников, чтобы помочь им стать старшими ученики, а другое в том, что ты можешь работать в магической школе. Разница в том, что первая не принесет тебе никаких денег, а последняя гарантирует тебе зарплату. Кроме того, когда будет шесть учеников в классе, которые станут старшими учениками, твоя работа будет выполнена. Понятно. Люсиин задумчиво кивнул, кажется, выбора у меня в общем-то нет. Нет, его нет, Лазарь небрежно скрестил руки, и я прав, что у тебя есть только шестьдесят фееров и девять очков арканы сейчас. Да, это так, честно, ответил Люсиин. Хотя это огромная сумма денег для простого человека, для нас, колдунов, Лазарь покачал указательным пальцем перед Люсиином, это ничего. Быть колдуном в основном означает пускать деньги на ветер. Я знаю, что многие материалы очень дорогие, Люсиин согласился. Да, и не только это. Знаете, что? Воллини тебе понадобятся деньги, чтобы брать книги в библиотеках, арендовать комнаты для медитации, проводить эксперименты, анализировать заклинания. Все стоит денег, и когда ты перейдешь на более высокий уровень, тебе придется тратить гораздо больше, скажем, возможно, один вызов может стоить тебе шестидесяти фееров. Однажды я услышал поговорку «без денег нельзя стать великим колдуном», Люсиин слегка потер лоб и сказал, к счастью, мы все еще можем зарабатывать деньги. Верно, поэтому, помимо заданий, приключений или создания магических предметов, Конгресс сдает нам два пути, чтобы заработать деньги. Первый, зарабатывать очки-арканы, о которых ты уже знаешь, чем выше твой уровень, тем дешевле ты можешь купить или арендовать вещи, затем во взгляде Лазаря появилось восхищение. Во-вторых, несколько арканистов или колдунов могут вместе выдвинуть Конгрессу предложение о проведении исследования. Если идея пройдет обзор магического исследовательского совета, они смогут получить много очков-арканы. Однако эти исследовательские проекты часто возглавляют старшие руководители, арканисты высшего ранга. Уголки губ Люсиина слегка дрогнули, и он подумал про себя. У нас тоже есть исследовательские фонды? Лазарь продолжил. Итак, что касается нас, магов младшего ранга, если ты не хочешь слишком рисковать, стоит найти хорошего наставника или хорошую работу. Среди рабочих мест, работа в магической школе – это лучший вариант. Что тогда насчет зарплаты? Люсиин задумался, почему Лазарь так высоко оценивает эту работу? Ты можете работать только 20 часов в неделю в магической школе в качестве учителя – это 10 уроков. Хотя заработная плата составляет всего 10 очков в месяц, ты можешь свободно распоряжаться оставшейся частью своего времени. Кроме того, ты можете использовать лаборатории и библиотеки школы бесплатно, и ты также можешь получить бесплатные материалы для экспериментов. Вау! Люсиин был на самом деле немного жаден до денег. Услышав слова Лазаря, Люсиин был взволнован, и причиной этому была, безусловно, возможность бесплатно использовать лаборатории и библиотеки. Но нужно быть реалистом. С чего бы кому-то давать мне такую хорошую работу? Сказал Люсиин немного безнадежно. Пойдем, друг мой. Лазарь похлопал Люсиина по плечу. Ты не человек с улицы. Ты только что заработал 7 кредитов Арканы в первый же день, когда попал сюда, и у тебя в отзыве слово новаторски. Хотя каждый год некоторые арканисты и колдуны отправляются в отдаленные районы, чтобы обучать учеников там. Я не думаю, что ты захочешь вскоре покинуть Аллин, не так ли? Точно нет, Люсиин покачал головой. Ты прав, Лазарь. Я должен изо всех сил постараться попасть в одну из пяти магических школ в Аллине. Кстати, Лазарь, есть ли какие-то обязательные задания для нас от Конгресса? Люсиин думал о том, что слышал о Руки Бледности. Да, есть одно в год, ответил Лазарь. Но для нас, как колдунов младшего ранга, есть только обязательные задания обучения. В конце концов, Конгресс хочет, чтобы мы сначала стали сильными. Даже когда мы станем колдунами среднего звена, мы все равно можем заменить задачи, слишком рискованные для нас, на новые, если мы готовы заплатить. Теперь Люсиин почувствовал облегчение. Это неплохо. Зона 5. Зона заданий. Зона состояла из рядов серебристо-серых металлических стойк, а за каждой стойкой был темно-зеленый экран, показывающий всевозможные задачи от Конгресса, колдунов, знати или торговцев. Сейчас был доступен только один счетчик. За прилавком сидела обыкновенная леди средних лет. Видя, что Люсиин и Лазарь идут к прилавку, леди равнодушно спросила. Новое задание или получить зарплату? Я закончил свое задание. Люсиин вручил леди сертификат и магический значок. После быстрой проверки сертификата дама написала несколько слов на бумаге, а затем положила значок Люсиина на магический круг с правой стороны. После того, как мигающий свет исчез, на магическом круге появился кусок пергамента, пергамент, используемый в Конгрессе, был специально обработан для магической передачи. Быстро взглянув, леди холодно сказала ему. Люсиин Иванс, твое задание выполнено только наполовину. Во второй части ты хочешь учить учеников, выбранных Конгрессом, или учить в отдаленных районах? Пока она говорила, она вытащила кучу базовых книг по магии и аркане и начала читать. Я хочу работать в одной из пяти магических школ в Аллине, мадам. Люсиин оставался вежливым. Леди средних лет закатила глаза и ответила прямо. Не трать свое время. Пожалуйста, сделай выбор. Мне запрещено подавать заявление на работу, хотя ее отношение было не очень приятно. Люсиин все еще настаивал. Нет, леди взглянула на Люсиина, но ты колдун следующей древней магической системе, и ты только вчера приехал сюда, у тебя нет шансов получить эту работу. Пожалуйста, сделай выбор, или я позову охрану. Мисс Лаэт, тебе лучше помочь Люсиину с заявлением, или я пожалуюсь в комитет по поводу твоего проступка. Даже Лазарь разозлился. Услышав слова Лазаря, уголки рта Лаэт нетерпеливо дернулись, и она сказала, «Хорошо, если ты хочешь потратить зря свое время, вперед». Затем она достала форму и перо и передала их Люсиину. После того, как Люсиин записал всю свою основную информацию, подумав, он также добавил особый комментарий о своей статье к форме. Если он пытается, он должен пытаться изо всех сил. Пока Люсиин писал, Лаэт несколько раз настоятельно призывала его одуматься. Когда она получила форму заявления от Люсиина, ее лицо выглядело недовольным и удивленным одновременно. «Лучше быть честным в том, что ты пишешь, иначе тебя сурово накажут. Не стесняйтесь проверить мой значок арканы», — ответил Люсиин, не дрогнув и передал свой значок арканы Лаэт. Лаэт увидела семь серебряных точек на значке, и она почувствовала себя ошарашенной. Через десять минут после того, как она отправила информацию о Люсиине в офис, пришел результат. После быстрого взгляда на документ лицо Лаэт стало фиолетовым от разочарования и смущения. Получив документ от женщины, Люсиин увидел результат. Основываясь на школах, в которых вы специализируетесь, мистер Иванс, для нас большая честь пригласить вас в Дуглас в металлическо-серебряном зале башни Конгресса. Лазарь довольно долго смеялся, потом сказал Люсиину, «Ха-ха-ха, ты видел лицо миссис Лаэт?» Оно было фиолетовым. Фиолетовым, ха-ха. Лицо Лазаря стало красным от слишком долгого смеха, это словно, словно ей дали сто кредитов Арканы, но в следующую же минуту забрали снова, потому что дали их не тому человеку, ха-ха. Знаешь, сколько людей недолюбливают ее, ха-ха. Я просто не понимаю, улыбнулся Люсиин, почему она хотела усложнить нам все. Я имею в виду, ей же это не нужно. Миссис Лаэтт одна из тех ведьм, о которых я упоминал раньше, которые больше не хотят прилагать каких-либо усилий для успешной жизни. Эти люди ненавидят других, тех, кто все еще стремится к лучшей жизни. Лазарь осторожно похлопал себя по груди, чтобы успокоиться. Надеюсь, в свои шестьдесят я буду не таким. Мы можем попробовать, Люсиин рассмеялся. Мне довольно трудно представить тебя с недовольным взглядом, миссис Лаэтт, на твоем лице. Лазарь, попробовать что? Как? Лазарь смутился. Ты можешь одолжить мне тридцать очков Арканы, и я постараюсь изо всех сил не возвращать их тебе. Ха-ха. Люсиин шутил. Давайте посмотрим, сможешь ли ты все еще быть столь терпеливым со мной. Лазарь закатил глаза. Да ладно, тридцать очков для тебя, ничто. Кстати, ты снова встретишь своих учеников, и это хорошо, не правда ли? Среди пяти магических школ в Аллине школа Дуглас была лучшей, и ее сильные стороны относились к школе силы, электромагнетизма, астрологии и элемента. Кроме школы Дуглас были две школы, которые назывались Аллины Писанча. Первая была известна своим обучением некромантии и призыву, а вторая хорошо обучала трансформации и иллюзии. Помимо этих школ, была школа Тризубца, известная своими исследованиями в трех магических областях – электромагнетизме, термодинамике и свете-темноте, а те многие студенты, которые хотели изучать алхимию, элементы или термодинамику, отправились в Альберг. Конечно, все школы предоставляли уроки, охватывающие все поля, несмотря на то, что у каждого были свои сильные стороны. Конечно, это отлично, однако, сначала мне нужно купить сумку для хранения, а это значит потратить деньги. Отрата деньги сейчас меня не радует, ответил Люсиин. Тогда наш следующий пункт назначения – Вайзим. Весело сказал Лазарь. Сумка для хранения 3го уровня массового производства среднего ранга зачарована на уменьшение. С помощью этой сумки вы можете сжимать и хранить свои вещи до 1,16 от их изначального размера, всего с 20% от веса, покрыта магической волной. 400 очков арканы, сообщил владелец магазина. Сердце Люсиина обливалось кровью. Этот мешок стоил ему 3 волновых камня, 58 фееров и 6 очков арканы, и теперь сумка размером с ладонь была уже наполовину заполнена книгами, заметками и материалами Люсиина. Видя отчаянный взгляд Люсиина, Лазарь попытался утешить его. «Пойдем, мой друг, перестань страдать. Если бы не массовое производство, тебе, вероятно, пришлось бы потратить 1000 очков арканы за сумку для хранения 3го уровня. Раньше такие сумки были гораздо дороже. Кроме того, сумка тебе нужна обязательно, и ты не просто так тратишь свои деньги». Люсиин кивнул, но все же чувствуя, что он просто понес большую потерю. «Кстати, в следующий раз, когда мне понадобится волновой камень, могу я купить у тебя немного дешевле». Лазарь попытался отвлечь Люсиина. «В любом случае, когда твоя статья будет опубликована, я уверен, что многие люди будут ссылаться на твою работу в попытках улучшить твое заклинание. Тогда у тебя будет много очков арканы, поверь мне, Лазарь. Твоя магическая одежда тоже массового производства?» – спросил Люсиин. «Забудь о массовом производстве». «Лазарю казалось это забавным, куда мы отправимся дальше? Библиотеку. Основную библиотеку арканы». Люсиин внезапно приободрился. «Что? Платить до того, как прочитать?» – спросил Люсиин, чувствуя себя потрясенным. Старый библиотекарь усмехнулся. «Ты слишком молод и наивен, мальчик». Вскоре после того, как была построена библиотека, многие маги с огромной духовной силой и памятью приходили сюда, чтобы запомнить книги из библиотеки. Позже они даже создали несколько сложных магических кругов, чтобы копировать здесь книги. Все знают, что знания – это главное богатство, и никто не может получать знания бесплатно. Хотя волосы библиотекаря были наполовину седыми, и он был довольно низким, он все еще был красивым мужчиной с изящными манерами. Однако Люсиину он совсем не понравился. Но, но если я не смогу сначала посмотреть книги, как я узнаю, что это те книги, которые мне нужны. Люсиин все еще пытался спорить. Я все время это слышу. Молодой человек, низкий библиотекарь слегка помахал указательным пальцем перед лицом Люсиина, всегда по одной и той же причине. Затем библиотекарь постучал по магическому кругу, и из него появился дым. В воздухе появился стройный мужчина с обнаженной грудью, с черными мягкими волосами. Алекс Джин на основной библиотеке Арканы «Алхимическая жизнь с большой памятью» объяснил библиотекарь. Скажите ему, какие знания тебе нужны, и Алекс расскажет, какие книги тебе нужны и где они находятся, даже включая тезисы. Добро пожаловать, Алекс, к вашим услугам, поприветствовал Джин. Тогда, сколько стоит одолжить книгу? Люсиин попытался сохранять спокойствие. Библиотека доступна только колдунам из Конгресса. Вам нужно заплатить 10 неаров, чтобы взять книгу на 7 дней. 10 неаров. Люсиин почти выругался о том, что это было ограбление. Вальто он потратил бы всего один или два неара, чтобы купить толстую книгу. Как жалость. Старый библиотекарь покачал головой. Нынешние молодые люди не понимают, насколько ценными являются знания. В старые времена. Ладно, ладно. Лазарь потер голову. Есть еще какие-нибудь способы позаимствовать книги? Если вы готовы заплатить 2 очка Арканы заранее, вы можете взять до 40 книг в месяц, каждую книгу на те же 7 дней, сказал Алекс. Мы принимаем очки Арканы только в этом случае. Очевидно, Конгресс поощрял колдунов использовать очки Арканы. Люсиин кивнул, а затем протянул свой значок библиотекарю. Тогда, 40 книг в месяц. Списав 2 очка со значка Люсиина с помощью магического круга, библиотекарь серьезно сказал Люсиину. Ты колдун, поэтому никогда не экономь на книгах и экспериментальных материалах. Если ты хотите сэкономить деньги, экономь их меньше, покупая магических предметов. Люсиин кивнул, так как знал, что это был искренний совет. Затем он повернулся к Алексу. Могу ли я узнать, какие есть самые передовые исследовательские работы по изучению души и человеческого тела? Алекс немного подумал и ответил. Несколько размышлений о душе как о перевозчике сознания от Висенти Миранды, великого Арканиста. Обсуждение элементов, составляющих душу и специальную электромагнитную волну от Висенти Миранды, великого Арканиста. Почему регенерация возможна? Анализ и моделирование механизмов восстановления клеток после повреждения от Филиппи, Арканиста 4 уровня. Филиппи, Люсиин был удивлен, насколько развито исследование Филиппи. Однако, если подумать, под руководством великого Арканиста Висенти Миранды и с прочной основой знания человеческого тела и магических существ, появление такой новаторской работы все же было логичным. Этот мир все еще отличался от оригинального мира Люсиина, или, можно сказать, этот мир был даже более продвинут в некотором смысле. Статья потрясла весь Конгресс. Мистер Филиппи также заслужил хорошую репутацию этой статьей и, таким образом, стал Арканистом 4 уровня и одним из самых многообещающих колдунов руки бледности, с благоговением сказал Лазарь. Люсиин кивнул. Прежде он думал, что Филиппи слишком высокомерен, но теперь он понял, что Филиппи был, несомненно, талантливым и очень конкурентоспособным. Позже Люсиин взял два выпуска Аркана и один выпуск Магия, в которых были опубликованы статьи, упомянутые Алексом, и еще три книги об основных знаниях о душе. Затем он спросил. Мистер Алекс, пожалуйста, помоги мне найти работы, в которых определяются разные сущности всех существующих элементов, а также работы, объясняющие связи между некоторыми элементами. Я предлагаю вам начать с чтения статей о переопределении элементов. Люсиин смущенно сказал Лазарь. Это основная часть в Аркане школы элемента. Верно? Я услышал тебя, Лазарь. Как ты сказал, как начинающему колдуну, мне определенно нужно внимательно прочитать все основные работы, и я возьму соответствующие книги. В то же время я также хочу знать основную природу каждого элемента и то, что происходило в этой области в последнее время, для удобства моих будущих экспериментов и исследований. Понимаю, ты знаешь, что делать, мой друг. Лазарь кивнул. Затем он начал выбирать, какую книгу ему стоит взять для себя. Я на этот раз Джин не сразу предоставил Люсиину список. Замолчал ненадолго. Алекс спросил. Мистер Иванс, что насчет опубликованных, но позже признанных ошибочными документов, и некоторых документов с предположениями. Конечно, мне нужны все. Люсиин кивнул. Отказы тоже важны. На их ошибках я могу учиться. Ха. Если это то, чего ты хочешь, сказал старый библиотекарь, или если ты просто хочешь получить общее впечатление о развитии школы элемента, я бы рекомендовал историю элемента, которую каждые 10 лет редактируют великие арканисты. Также у нас есть история некромантия, история астрологии, история арканы и магии. В то же время список книг Аликса тоже был готов. История элемента от Высшего Совета. Новая система элементов от Яраранхот и Уэйхофенберг, великой арканистки. Атом, молекула от Оливера Константина, великого арканиста. Несколько способов измерения атомного веса и новейшая атомная диаграмма, октавы в элементах от Фернандо Брастара, великого арканиста. Множественные отношения, выявленные в экспериментах с магическим зельем, спиральные правила в элементах от Равенди, арканиста 9 уровня. Общие характеристики для нескольких металлических элементов и приложения от Гастана, арканиста 7 уровня. Общие правила в элементах и предположений от Улиса, арканиста 4 уровня. Сравнение мифрила и серебра и измерения от Тимофея, арканиста четвертого уровня. Природа нового элемента, Мо, от Мередит, арканистки четвертого уровня. Работы, представленные в списке, были не самыми новыми, но самыми актуальными в соответствии с требованиями Люсиена. Несколько работ были написаны много лет назад. Работа от мистера Улисса, Люсиен оглянулся и сказал Лазарю. Ничего удивительного, голос Лазаря был полон восхищения. Улисс написал эту статью, когда он был арканистом всего лишь первого уровня. Хотя его теория элементов была свергнута в дальнейших исследованиях, эта работа все же была большим шоком в то время. Улисс очень креативен и умеет мыслить нестандартно, и дух его исследования вдохновил многих колдунов элемента, в том числе мистера Брастара и мистера Ровенди. Если бы мисс Хатэуэй не изучала секретные измерения, она могла бы стать одним из них. Но в названиях статей и книг я не вижу ничего общего с общим законом для всех элементов, Люсиен высказал свои сомнения. Потому что все эти теории потерпели неудачу, серьезно ответил библиотекарь. Когда был введен спектральный анализ, было обнаружено более 10 новых элементов, и они также свергли все предположения и теории, выдвинутые ранее многими арканистами. Более подробную информацию ты можешь найти в книгах, которые я рекомендовал. Молодой человек – это серьезная тема. Это точно, сказал Лазарь, чувствуя сожаление. Даже теория октава, выдвинутая мистером Брастаром, тоже потерпела неудачу. Позже мистер Брастар переключился на другое направление исследований в изучении электромагнитной волны, и это объявило провал исследования общего закона элементов. Исследования в этой области все еще приостановлены. Есть какие-нибудь идеи, почему все провалилось? Спросил Люсиин. Есть. Некоторые арканисты утверждают, что до сих пор не было обнаружено достаточное количество элементов, в том числе мистер Равенди. Но многие арканисты младшего и среднего рангов настаивают на том, что между элементами нет никаких законов. А что насчет мистера Улисса? Спросил Люсиин с любопытством. В конце концов, этот гениальный колдун был первым, кто начал исследовать эту область. У мистера Улисса тоже нет никаких успехов. Лазарь нахмурился. Люди говорят, что он, вероятно, изменил своему исследовательскому интересу. Настойчивость важная черта для арканиста, прервал старый библиотекарь. Чувствуя легкое раздражение, Люсиин быстро взглянул на грудь библиотекаря, чтобы узнать, какого уровня был этот библиотекарь. Удивительно, но на груди старика ничего не было, ни имени, ни магического значка, ни значка арканы. Моя одежда неплоха, верно, сказал старый библиотекарь с гордостью. Я знаю, красный цвет довольно привлекателен, ха-ха. Люсиин снова закатил глаза, а затем просто проигнорировал библиотекаря. Он задавался вопросом, действительно ли этот мир отличается от его родного мира, или законы просто еще не были обнаружены. Чтобы понять это, Люсиину нужно было сначала прочитать все статьи и книги. В итоге Люсиин выбрал 38 книг. Ты уверен, что хочешь взять так много, Люсиин? Спросил Лазарь, выходя из библиотеки. Вскоре я собираюсь начать работать в Дугласе, и большую часть времени я буду проводить за преподаванием и в своем собственном кабинете. В следующий месяц я, вероятно, больше не вернусь в Конгресс, поэтому я хочу использовать магические круги, чтобы скопировать эти книги. Кстати, Лазарь, ты заметили, что библиотекарь не носит никаких значков? Спросил Люсиин. Школа Дуглас находилась на юго-востоке, на краю города, в отдалении и тишине. Требовалось около полутора часов, чтобы добраться до магической башни Конгресса из школы. Да, поэтому я дернул тебя за руку в библиотеке, чтобы напомнить тебе быть немного сдержанней, когда разговариваешь с ним. Возможно, старый библиотекарь был членом какого-то определенного комитета, так как только колдуны этого уровня могут находиться здесь и контролировать алхимические жизни. И эти колдуны высшего уровня, некоторые из них немного странные. Люсиин тоже чувствовал, что библиотекарь был очень странным. Видя, что Люсиин не отвечает, Лазарь подумал, что его друг волнуется о деньгах, поэтому он улыбнулся. Собственно, заимствование книг из библиотеки – это не единственный способ получения знаний, так как колдуны тайно обмениваются книгами, которые у них есть, если ты сможешь войти в определенные круги колдунов. Даже если у тебя нет книг, которые нужны другим людям, ты все равно можете купить копии по более низкой цене. В самом деле, Люсиину было очень любопытно, Конгресс не запрещает этого, почему, по-твоему, библиотека такая дорогая? Лазарь усмехнулся, на самом деле, Конгресс побуждает колдунов обмениваться своими знаниями лично, чтобы это вдохновляло их на более великие идеи. «У меня есть два друга, которые, вероятно, захотят обменяться книгами с тобой в Дугласе, и я познакомлю тебя с ними. Как их зовут?» С благодарностью в голосе спросил Люсиин. Оба они арканисты первого уровня, одного зовут Джером, он колдун второго круга, изучающий астрологию и элемент, а другого – рок, колдун второго круга, он немного странный, сейчас подает заявку на забавный проект. Что касается Джерома, он в большей степени интроверт. Несколько лет назад, когда он ухаживал за мисс с Верой, он постоянно говорил об астрологии и химических реакциях. «Бедный парень!» Люсиину было очень жаль этого парня Джерома. «Ха-ха, знаешь, что они сейчас женаты, и им хорошо вместе», – Лазарь засмеялся. «Как?» Люсиин был удивлен. «Ты пришел другой стороны океана», – Лазарь объяснял, все еще смеясь. «Для девушек здесь, в холме, нет ничего более романтичного, чем магия, астрология, элементы судьба. И весьма вероятно, что человек, который изучает эти вещи, будет богатым и влиятельным. Что за прекрасный мир?» Люсиин вздохнул от волнения. Потом он сказал Лазарю, «Ты хочешь сходить со мной за некоторыми материалами для эксперимента? Я хочу проверить статьи, проведя кое-какие эксперименты». «Конечно», – небрежно ответил Лазарь. Кстати, в Дугласе преподает парень, чье имя тоже Люсиин Иванс. Он добавил к своему имени на следующее утро, когда в небе уже сияло теплое солнце, по отдаленной дороге к большому зданию в темно-зеленом лесу уехала карета. «Люсиин, когда закончишь с формальностями, я познакомлю тебя с Джеромом и Роком, а потом ты можешь обменяться книгами с ними». Лазарь, все еще одетый в черное длинное пальто, выглядывал в окно, глядя на зеленые деревья, но ты должен помнить, что ты не можешь обмениваться заклинаниями с любыми колдунами, если это заклинание не старше сотни лет. Хотя изучение магии или арканы может быть очень секретным, и Конгресс к тому же поощряет колдунов обмениваться своими знаниями, «но если нельзя будет найти никакую запись о покупке новой магии, которую ты используешь публично, у тебя будут большие проблемы. Тебе придется либо заплатить в сотни раз больше денег, либо даже сесть в тюрьму на десяток лет, и твоя соответствующая память об этом будет стерта». Люсиин кивнул. «Понимаю. Спасибо, друг. Я очень ценю всю помощь, которую ты мне предлагаешь». В то же время Люсиин считал, что эта стратегия, принятая Конгрессом, была очень мудрой, поскольку получение очков арканы в значительной степени зависело от того, сколько раз цитировалась чья-то статья, идея и обмен знаниями между колдунами могли дать каждому колдуну больше шансов написать свои работы, чтобы стать более влиятельными. Тем не менее, новые заклинания были разными, поэтому они сами имели силу и нуждались в защите. Не беспокойся, ведь мы друзья, не так ли? Лазарь небрежно махнул рукой и улыбнулся. На самом деле почти у каждой влиятельной группы есть несколько уникальных заклинаний, которые никогда не были представлены комитету, включая нас, волю элементов. Наша группа и Королевская магическая академия холма совместно владеют легендарной магией разрушения элемента, созданной великим Хатэуэем Хофенбергом. Если ты присоединишься к нашей группе, то, когда ты станешь колдуном девятого круга, ты сможешь купить эту магию и попытаться ее проанализировать, и это определенно принесет тебе пользу, если ты захочешь перейти на легендарный уровень. Лазарь явно рекламировал свою группу, и он был немного взволнован. По его мнению, Люсиин был очень многообещающим колдуном. Я подумаю об этом, задумчиво сказал Люсиин. На самом деле, из-за Наташи, Люсиин был не прочь присоединиться к воле элемента, поэтому, даже если однажды его личность как профессора будет разоблачена, у него будет прикрытие сильной группы, но, с другой стороны, Люсиин был также очень заинтересован в изучении души, поскольку это был мир, в котором душа действительно существовала. Но, если Люсиин присоединится к воле элемента, он хотел бы больше внимания уделять группе, а не стать одним из ее обычных членов, как многочисленные члены в руки бледности. Воспоминания о том, что видел Люсиин в замке Виконта, были еще свежи. Понимая, почему Люсиин так нерешителен, Лазарь ухмыльнулся и сменил тему. Так ты все еще беспокоишься о деньгах, которые потратил на покупку материалов. Несомненно, Люсиин нахмурился. 17 чистых элементов, которые он только что купил, стоили ему двух волновых камней высокого качества, и теперь у Люсиина остался только один волновой камень, два феера, одну очку аркана и несколько разных экспериментальных материалов. Люсиин чувствовал, что его просто ограбили. Взбодрись, мужик. Лазарь похлопал Люсиина по плечу. Просто будь благодарен, что в школе есть еще 48 чистых элементов, и эксперименты там намного дешевле, или даже вообще бесплатные, если твой эксперимент часть занятия у учеников. К тому же тебе даже не нужно снимать там жилье. Школа щедро предлагает небольшой дом с садом. Ты прав. Лазарь Люсиин немного приподнял голову. Он надеялся, что публикация его первой статьи может вытащить его из финансово сложной ситуации, и до того, как отправиться сюда, Люсиин отправил письмо с соглашением в общую аркану и зарегистрировал адрес школы в журнале, чтобы поддерживать с ними контакт. Спустя некоторое время карета медленно остановилась перед черными железными воротами в стиле древней магической империи. Черный голем, сделанный, казалось, из железа, подошел и открыл ворота. На третьем этаже черной магической башни, Люсиин, одетый в белую рубашку, коричневый жилет и двубортное черное пальто, сидел перед старым, невзрачным мужчиной без головного убора, на котором была черная магическая мантия, расшитая серебряными и белыми узорами. Добро пожаловать, Эванс, я Дональд, директор Дугласа, сказал арканист четвертого уровня, колдун пятого круга, который разбирал какие-то бумаги. Приятно познакомиться, мистер Дональд. Люсиин встал со своего места и слегка поклонился. Пожалуйста, просто зовите меня Люсиином. Хорошо. Так как еще одного мистера Люсиина Иванса мы предпочитаем называть Кей, тогда я просто буду звать тебя Люсиином, сказал Дональд, передавая Люсиину папку. Взгляни. Это те курсы, которые есть у нас в Дугласе. Люсиин открыл папку и внимательно прочитал ее. В папке Люсиин увидел общий язык, язык древней магической империи, язык ямы, демонический язык, основы магического зелья, основы элемента, основы электромагнетизма, основы некромантили, основы магических конструкций, основы алхимии, введение в магические круги, магический анализ, основы призыва, культура и обычаи, история и музыка. Музыка. Люсиин был удивлен. Ха, студенты тоже должны иногда расслабляться, верно? Дональд коснулся своих белых усов и улыбнулся. Наш последний учитель музыки недавно уволился, потому что нарушил одно из правил школы. Люсиин, тебе интересна эта должность, помимо твоей другой учебной работы? Ты умеешь играть на каких-нибудь музыкальных инструментах? Я хорошо играю на пианино и скрипке. Люсиин кивнул и спросил прямо, если я буду работать еще и учителем музыки, могу я получать более высокую зарплату? Еще два очка Арканы в месяц, Дональд радостно кивнул, но помни, держитесь подальше от некоторых учениц. Они, скажем, слишком полны энтузиазма. Кстати, я слышал, что в Альто также есть музыкант по имени Люсиин Иван Сион, хорош в игре на пианино. Занятно. Люсиин вежливо улыбнулся, но ничего не сказал. Сейчас он был заинтересован только в том, чтобы заработать побольше денег. Итак, давай посмотрим, Дональд взглянул на свою папку, поскольку ты только присоединился к Конгрессу, и тебе, вероятно, потребуется больше времени, чтобы сначала поработать над твоим собственным изучением Арканы, как насчет того, чтобы ты начал преподавать древний язык магической империи, магических существ и демонический язык. Это 10 уроков в неделю, и ты будете преподавать в двух классах. Нет проблем, Люсиин немедленно согласился. В его книге «Астрология и элементы демонический язык» был представлен как часть магического пакта и вызова знаний. Затем Люсиин добавил. Могу ли я выбрать два класса? Он надеялся, что сможет преподавать в классе, в котором были его три ученика. «Думаю, что все курсы сейчас перегруппированы», — ответил Дональд. Затем он записал имя Люсиина для двух классов. Одним из классов назывался «Куст с шипами», в нем были три ученика Люсиина. Люсиин также преподавал им музыку. После того, как все бумажные формальности были улажены, Дональд скрестил руки и положил им них подбородок. «Сначала я должен тебе кое-что сказать, Люсиин». «Пожалуйста, мистер Дональд искренне сказал Люсиин». Голос Дональда стал тише. «Знаешь, работа в школе — мечта многих колдунов младшего ранга, а Дуглас — лучшая среди всех школ, поэтому мы никогда не считали, что ни один колдун без уровня Аркана не может стать одним из наших учителей. Однако ты исключение, так как джентльмен в комитете по делам высоко отзывался о тебе и рекомендовал тебя. Поэтому эта школа — дом не только для учеников, но и для тебя. Я лично не вижу ничего плохого в том, чтобы предложить талантливым людям больше ресурсов для роста, но ты не должен растрачивать ресурсы зря. Если ты не сможешь получить свой официальный уровень Арканы за год, тебя уволят. Я постараюсь изо всех сил», — смиренно ответил Люсиин. «Я доверяю тебе, Люсиин». Многие учителя в Дугласе, хотя еще и не стали Арканистами среднего ранга или колдунами, имеют свои специальности. Например, мистер Кей Арканист второго уровня. «Обмен знаниями с ними может принести тебе пользу», — серьезно сказал Дональд. Люсиин искренне кивнул. «Спасибо, что напомнили мне, мистер Дональд. Могу я спросить, кем был тот джентльмен из комитета? Я хотел бы поблагодарить его. Тебе не нужно этого знать», — прямо сказал Дональд. «Возможно, когда ты станешь колдуном среднего ранга, он обратит на тебя больше внимания. В любом случае, в течение дня лаборатория открыта только для студентов. Когда занятие днем закончится, ты можешь бесплатно пользоваться лабораториями. В заключение, соблюдай правила школы и начинайте работу завтра». Дональд вручил Люсиин табличку с именем и несколько листов бумаги, на которых было 200 школьных правил. «Начало формы в Дугласе, вилла в саду Джерома. Твое имя тоже Люсиин Иванс?» Темноволосый молодой человек в обычной белой рубашке и черном жилете ухмыльнулся. Кей всегда говорил, что его имя очень распространено, а я ему не верил. «Теперь я вижу, ха-ха». Этим молодым человеком был Рок, колдун второго круга. Рок хорошо разбирался в элементах и математике, и он был жизнерадостным молодым человеком, который любил шутить. Прежде чем Люсиин успел ответить, Рок продолжил. «Я собираюсь познакомить тебя с Кеем. Не беспокойся, Люсиин, Кей очень добродушный, хотя он довольно замкнут. В отличие от некоторых людей, увлекающихся электромагнетизмом, Кей прилежный, талантливый и всегда готов помочь. Когда Люсиин собирался открыть рот, чтобы что-то сказать, Рок снова перебил его. Я знаю, ты должно быть удивлен, почему я говорю, что некоторые люди из электромагнетизма высокомерны. Поверь мне, Люсиин, я не предвзят. В последнем выпуске Арканы, поскольку мистер Брук доказал, что свет представляет собой особую электромагнитную волну, эти люди из электромагнетизма утверждают, что духовная сила тоже является своего рода волной и смеются над нами каждый день, потому что мы настаиваем на теории частиц. Да ладно, есть еще немало магических экспериментов, которые нельзя объяснить волнами, и президент еще ничего не ответил на теорию мистера Брука. Люсиин был удивлен, и он бросил быстрый взгляд на Лазаря. Люсиин думал, что это Лазарь очень разговорчив, но теперь он понял, что Лазарь даже рядом не стоял с Роком. Из рассказов Рока Люсиин узнавал о некоторых новых тенденциях исследований в Конгрессе, поэтому он слушал довольно терпеливо. Лазарь прокомментировал, Рок всегда такой. Ну, с тех пор, как вышел последний выпуск Арканы, колдуны, вроде Рока, которые постоянно живут в Оллине и которые настаивают на использовании теории частиц при обнаружении духовной силы, подверглись довольно сильному стрессу от новой теории. У меня смешанные чувства к новой и старой теориям, жалость и гордость одновременно. Джером и его милая жена просто слушали и улыбались. Казалось, что колдуны элемента были, естественным образом, сторонниками теории частиц. Без сильного давления со стороны церкви могла иметь место интенсивная внутренняя борьба среди сторонников разных теорий. Когда Лазарь и Рок закончили обсуждение, Люсиин и Джером сели на диван, чтобы насладиться черным чаем, сделанным Верой. Хотя темноволосый, невзрачный мужчина выглядел неразговорчивым, во взгляде Джерома можно было увидеть счастье. Его жена Вера была рыжей симпатичной девушкой, вероятно, лет двадцати трех или около того. «Мистер Иванс, наслаждайся чаем, я собираюсь приготовить обед», — вежливо сказала Вера и вышла из гостиной. Рок вздохнул от волнения. «Как тебе удалось найти такую милую даму, Джером? Девушки, которых я знаю, понятия не имеют, как быть хорошей женой». Джером застенчиво улыбнулся. «Рок, как идет твой проект?» — спросил Лазарь. «Отвергнут. Совет решил, что я шучу», — ответил Рок с некоторым беспокойством. «Какой проект?» — спросил с любопытством Люсиин. «Отличный проект». Начал объяснять Рок взволнованно, как колдун из башни. «Я думаю, что все можно представить числами. Что мы можем сделать это, так это определить систему стандартных чисел, чтобы представить, насколько сильным является заклинание, или уровень оборонительной силы колдуна. С помощью измерения и записей, в будущем, когда два колдуна захотят сразиться, цифры могут точно показать результат, и никто не пострадает. Но что, если оба этих колдуна имеют свои преимущества и недостатки?» Смущенно спросил Люсиин. «Это верно, Рок взял кучу бумаги и начал писать, например, общее количество моей духовной силы. 105, а Лазаря — 96. «Эй! Почему моя сила ниже твоей?» Лазарь был недоволен установленным значением. И они начали спорить. «Они как дети», — Джером улыбнулся Люсиину. «Именно поэтому они хорошие друзья», — Люсиин кивнул. Все те плохие слова, которые Лазарь использовал, чтобы описать Рока, вполне подходили и для него самого. Игнорируя Лазаря и Рока, Люсиин и Джером начали обсуждать школу астрологии и элемента, и они очень наслаждались своим разговором. Оба они жалели, что не были знакомы друг с другом раньше. Ужин готов, Вера вернулась в гостиную, а затем слуги привезли обеденные тележки. Отставив чашку с чаем, Люсиин обернулся и увидел, что Лазарь и Рок все еще играют в это подобие карточной игры с листами бумаги. Магическая ракета, сила 5, Рок положил свою карту. Пламенный щит, защита, 7. Лазарь вытащил свою карту с серьезным видом. «Что вы двое делаете?» — с любопытством спросил Джером. «Я должен признать, что это не очень хороший проект». Рок немного нахмурился, а потом усмехнулся, но его можно превратить в отличную карточную игру. «Подождите, мне нужно найти сито». Люсиин молчал, он не мог понять, о чем думает Рок. Однако Рок уже сменил тему. Стейк и рыба-гриль, такой прекрасный запах. Кстати, Вера, почему ты решила остаться с Джеромом? Без сомнения, все трое присутствовавших одиноких колдунов чувствовали небольшую зависть к их удачному браку. После обеда Люсиин и Рок попрощались с Лазарем и вместе отправились обратно на свою общую виллу. Магическая школа предоставляла целую виллу только замужним учителям, так как учителей в школе было немало. Перед тем, как Лазарь ушел, Рок поговорил с соседом Люсиина и обменял их места, чтобы жить вместе с Люсиином. Люсиин планировал сделать зелье под названием «Камень» сегодня вечером, чтобы помочь себе перейти на второй круг, однако сейчас он чувствовал себя довольно уставшим, поэтому решил сделать это завтра после работы. «Класс с куст с шипами, вы знаете, что сегодняшний урок древних языков будет преподавать мистер Эвансом?» Таинственно спросила Хиди Лайрию и Энника. «Мистер Кей? Он же арканист второго уровня и колдун второго круга, я думал, что он учит только старших учеников. Не знаю, мне сказал об этом Грант». Хиди покачала головой. Услышав разговор студентов, даже Спринт, которому обычно не нравилось говорить с другими учениками, немного напрягся, так как имя вызывало у него воспоминания, зазвенел звонок, обозначавший начало занятия. Все ученики перестали разговаривать и выглядели теперь более серьезными. Для Лайрия Хиди Энника большим сюрпризом было то, что в класс вошел их бывший учитель. Сегодня Люсьин был одет в черное двубортное пальто и мягкую шляпу. Это действительно мистер Эванс. Трое ученика выпалили в один голос, забыв о дисциплине в классе. Другие ученики в классе с любопытством смотрели на нового учителя. Увидев Люсьина, Спринт и Катрина испытали смешанные чувства. Они чувствовали как радость, так и небольшое беспокойство. Люсьин снял шляпу и положил ее на стол. Сначала он кивнул трем ученикам, а затем повернулся ко всему классу. «Я Люсьин Эванс, ваш учитель древних языков, но вы, ребята, можете называть меня мистером Икс. В моем классе вы можете делать все, что угодно, делать домашнюю работу или спать, пока ваше поведение не мешает другим ученикам, которые хотят уделять внимание учебе. Тем не менее, вам придется нести ответственность за свой собственный выбор. Если вы талантливы настолько, что можете пройти курс, не слушая меня, вперед, я не возражаю, но если вы этого не можете, вам лучше вести себя хорошо и учиться, иначе, я боюсь, вам придется повторить этот курс еще раз. Студентам, которые будут упорно трудиться и закончат домашние задания вовремя, будут даны дополнительные балы. Впервые эти ученики видели такого учителя, и они очень волновались. Затем Люсьин достал кучу бумаги. Итак, первый урок. Сегодня у нас будет оценка. Снова тесты. Анник Лайрия Эхиди вспомнил их сложный опыт. В их глазах улыбка мистера Иванса выглядела дьявольской. Другие студенты не знали, чего ожидать, когда звонок оповестил о конце урока. Люсьин быстро собрал все написанные тесты и покинул класс. Сразу же студенты начали горячее обсуждение. «Вы, ребята, знаете мистера Икс?» спросил Грант, лидер класса. У Гранта были черные, вьющиеся волосы и глубокие черные глаза. Когда Грант спрашивал, все студенты уставились на Анника, Хиди и Лайрию, пытаясь получить больше информации о их новом учителе, Анник кивнул, так как он действительно уважал трудолюбивого и талантливого Гранта. «Мы знакомы с мистером Ивансом. Все верно, отлично. Он выглядит довольно круто. Грант был очень впечатлен речью Люсьина. Я никогда не встречал таких учителей, как он. Мистер Икс совсем не похож на этих упрямых учителей. Иногда я уже понимал всю тему урока, но мне все равно не разрешали заниматься своими делами. Такая трата времени». Лицо Хиди слегка подергивалось, когда он серьезно сказал, «Это правда, мистер Иванс действительно не заботится о том, обращаем ли мы внимание на его урок, и он продолжает говорить, что мы сами должны нести ответственность за наш собственный выбор и его последствия, если мы решим не работать, но это всего лишь один аспект его обучения, у него все же есть другая сторона». Слова Люсьина были очень прямыми, и их приняли на ура большинство учеников. Студенты чувствовали, что мистер Икс был тем, кто действительно их понимал, и он был классным учителем, который, возможно, мог стать им хорошим другом. «Какая другая сторона?» – с любопытством спросил Грант. «Увидите», – ответили три ученика в один голос. «Они все помнили то, что испытали с мистером Ивансом раньше. «Надеюсь, вы, ребята, не возненавидите мистера Иванса», – сказал Хиди. «Остальные студенты очень смутились, но им все же было любопытно». Затем звонок на следующий урок основы магического зелья прервал их разговор. В учительском кабинете. Как только Люсьин, державший в руках тесты, вошел в кабинет, пять учителей, три мужчины и две женщины, улыбнулись и кивнули ему, в то время как еще семеро встретили его холодно, не отвлекаясь от своей работы. Люсьин тоже кивнул учителям, которые были дружелюбны с ним, зная, что эти пять учителей были друзьями рока, который уже рассказал им о нем. Что касается других семи учителей, они не слишком хорошо ладили с роком, поэтому они решили игнорировать Люсьина, колдуна, у которого было только семь заклинаний арканы и никакого уровня арканы. Преподавание древних языков и магических существ не должно даться тебе трудно. Люсьин, когда Вильния, светловолосая колдунья, подошла к столу Люсьина, она любезно напомнила ему, лучше потратить больше времени на изучение основ арканы. Вильнии было около 25 или 26, она была арканистом первого уровня и колдуньей второго круга, специализирующейся на иллюзии и силе. Эта женщина, сочетавшая в себе зрелый шарм и красоту юности, была уже замужем, и ее муж был виконтом. Каждое утро она садилась в магический поезд, чтобы доехать до работы из Рентата, столицы холма. Поскольку Рентата и Аллин находились очень близко друг к другу, время пути составляло всего 10 минут, а, как для колдуньи и благородной дамы, билет туда и обратно стоил Вильнии всего 2 неэра. Спасибо за напоминание, мисс Вильния. Я буду помнить об этом, Люсьин вежливо улыбнулся. Вежливый и красивый молодой человек улыбнулась Вильния, когда окажешься в Рентата, не стесняйся, стань нашим гостем. Среди всех учительниц в этой школе, составлявших одну треть всего преподавательского состава, некоторые были красивы, некоторые очаровательны, а некоторые выглядели ужасно из-за некоторых неудачных экспериментов или магических сил, которые могли испортить внешний вид. Когда Вильния вышла из офиса, Люсьин сначала проверил тестовые работы, чтобы узнать базовый уровень древних языков класса куст с шипами, затем он достал листы бумаги и перо и начал рассматривать второе заклинание круга зеркала, которое раньше успешно проанализировал. Люсьин был очень заинтересован в этом заклинании, когда-то использованным магом Мурлоком, которое могло помочь заклинателю сбить с толку своего врага. Поскольку знания, связанные с этим основным заклинанием иллюзии, также можно было найти в астрологии и элементах, Люсьин решил превратить зеркало в свою первую магию второго круга и, таким образом, сделать свой следующий прорыв, чтобы стать магом второго круга. Дуглас в магической лабораторной башне, завершив первый урок введения в магические создания в другом классе от названием «Кровавая птица», Люсьин поспешно добрался сюда. «Привет, могу я занять алхимическую лабораторию?» вежливо спросил Люсьин старого колдуна, управляющего башней, старый арканист второго уровня, колдун второго круга. Инис серьезно ответил «Извините, мистер Иванс, все магические лаборатории заняты, пожалуйста, приходите завтра пораньше». «Все лаборатории?» Люсьин посмотрел на пятиэтажную магическую башню, хотя она была не очень просторной, на каждом этаже было по крайней мере по десять магических лабораторий. Люсьин не верил своим ушам. Инис спокойно ответил «Мистер Иванс, нам приходится резервировать двадцать лабораторий для наших учеников и нескольких арканистов второго уровня». «Что касается остальных лабораторий, вы знаете, кто придет первым, тот и получит. У нас так много учителей, которым нужно экспериментировать», спросил Люсьин, чувствуя себя немного расстроенным и удивленным. «Никто из них не проводит эксперименты», ответил Инис. «Некоторые делают зелья, некоторые проверяют свои ритуалы призыва. Все знают, что одна из лучших вещей для работающих здесь, в этой школе, это то, что можно бесплатно пользоваться лабораториями. Я это понимаю, мистер Инис. Люсьин не хотел легко сдаваться, можно ли воспользоваться одной из зарезервированных лабораторий. Я уйду, когда придет человек, для которого она предназначалась. Строительство хорошо оборудованной лаборатории было очень дорогим, и Люсьин не мог себе этого позволить сейчас. Нет и не спокачал головой, у нас есть правило, пока вы не арканист второго уровня, которому представляются привилегии. Люсьин уже был очень расстроен, когда из-за спины раздался низкий голос. «Ты Люсьин Иванс?» Люсьин обернулся и увидел высокого невзрачного человека в черной куртке, похожего на сильного медведя. «Да, я Люсьин Иванс. Эм, икс. А ты?» Люсьин кивнул. «Я догадался. Высокий мужчина улыбнулся. Ты выглядишь незнакомым. Что ж, приятно познакомиться. Я Кей. Итак, мы тезки». Люсьин с любопытством посмотрел на Кея. «Рок собирался познакомить нам сегодня днем, но меня не было в офисе», сказал Кей немного застенчиво. «Ты ищешь лабораторию?» «Да, но думаю, что я опоздал». Люсьин разочарованно кивнул. «Что ж, как насчет того, чтобы разделить одну на двоих?» Искренне предложил Кей, что ты собираешься делать сегодня. «Это будет здорово», взволнованно ответил Люсьин, потом, подумав, вежливо спросил. «Сегодня я планировал приготовить магическое зелье. Это помешает твоей работе?» «Не проблема. В лаборатории много алхимических кругов. Мы можем разделить лабораторию». Кей был очень щедр. «Спасибо, Кей. Как и говорил Рок, ты действительно хороший человек», искренне сказал Люсьин. «Я тоже получил много помощи от других. Пойдем». Кей был довольно застенчив, что не соответствовало его огромной и высокой фигуре. С разрешения Кей и не спозволил двум людям подняться наверх, ничего не сказав. Когда дверь лаборатории открылась, все внутри медленно загорелось теплым желтым светом. Хотя лаборатория была не такой загадочной и величественной, как у пророка Маскелина, которую Люсьин использовал в магическом замке, ее чистота, аккуратность и большое количество оборудования впечатлили Люсьина. Кей указал на одну из рабочих площадок. «Можешь пользоваться этой, Люсьин. Я словно разговариваю сам с собой. Пожалуй, я тоже начну экспериментировать». «Спасибо, Кей. Люсьин ничего не спросил об экспериментах Кея, поскольку чужой эксперимент всегда был секретом, и именно так мог появиться плагиат. Было трудно доказать, что кто-то украл результаты исследований других людей, если только мысли человека не исследовали некоторыми заклинаниями. Однако, что касалось колдунов, которые осмеливались на плагиат, за ними часто стояли мощные группы, тайно поддерживающие их, поэтому они могли легко избежать расследования, если не было достаточного количества доказательств, и найти какие-то оправдания для себя им было не так уж сложно. Что было хуже, так это то, что некоторые колдуны убивали других людей, у которых они воровали результаты исследований, используя разные средства, все это рассказал Лазарь, и когда Люсьин впервые услышал об этом, он был в шоке. Камень было несложно сделать, и Люсьин неплохо делал зелье. Через три раза трубка с коричневой мутной жидкостью была готова. У него все еще было некоторое время, и Люсьин достал пробирку с очищенным материалом и собирался протестировать его по документам, которые он читал. В это время Кей, который стоял спиной к Люсьину, сказал ему. Собираешь провести другой эксперимент, Люсьин? А что? Спросил Люсьин. Я не пытаюсь украсть твой эксперимент, Люсьин, сказал Кей негромко, и его голос звучал очень надежно, но я могу рассказать тебе, как открывать секретный замок этой лаборатории. Если тебе нужно будет провести какие-то срочные эксперименты, ты сможешь использовать эту лабораторию, даже если меня здесь нет, это очень мило с твоей стороны, Кей. Я все еще новичок в поле элемента, и я хочу увидеть природу всех элементов лично, проведя много экспериментов. Знаешь, будучи колдуном первого круга, я могу не обнаружить многие характеристики элементов, используя магию, поэтому эксперименты – самый надежный способ для меня, Люсьин обернулся и искренне ответил Кей. Видя, что Кей все еще проводит свой эксперимент, Люсьин снова повернулся к Кейу спиной, чтобы не видеть, что он делает. Я понимаю, позже я расскажу тебе, как войти в эту лабораторию, сказал Кей, стоя спиной к спине с Люсьином, однако я покину эту школу через несколько месяцев, и ты не сможешь долгое время пользоваться этой лабораторией. Почему ты уезжаешь? Смутившись, спросил Люсьин. В момент, когда Люсьин спрашивал, он включил алхимический круг, чтобы превратить очищенный элемент в паре и проверить плотность его газа. Мистеру Ларри из нашей группы «Воли элементов» понравилась мою предыдущая статья, и он сказал мне, что, когда я стану колдуном среднего ранга, он хотел бы, чтобы я помог ему с некоторыми исследованиями. В последнее время я чувствую, что приближаюсь к повышению уровня, поэтому хочу получить магический предмет, выполнив задачу, данную Конгрессом, чтобы помочь мне сделать прорыв. Кейни собирался выставлять на показ свои достижения и пытался оставаться скромным. Среди нынешнего поколения «Воли элементов» Ларри, ученик Гастана, был самым многообещающим человеком, который мог стать колдуном старшего ранга. Сейчас Ларри был арканистом пятого уровня и колдуном пятого круга, и был сильнее, чем Тимоти Лили, Улисс. Только шесть или семь колдунов из других групп и организаций могли конкурировать с ним, в том числе Филиппе, который был моложе его, но уже был близок к пятому уровню в аркане. Люсьин слегка кивнул, поздравляю, могу я взглянуть на твою статью? Она еще не опубликована, статья выйдет в следующем выпуске элемента. Учителя в школе смогут прочитать ее бесплатно, Кей очень смущался. Он не назвал Люсьину название статьи напрямую, а сменил тему, надеюсь, ты сможешь как можно быстрее завершить свои эксперименты, Люсьин. Иначе, когда меня здесь не будет, тебе придется найти другое место. Люсьин усмехнулся, никто ни разу не упоминал, что в школе есть учитель, который собирается опубликовать свою работу в элементе. Ты действительно хорошо хранишь свой секрет, Кей. Хорошо, я сделаю все возможные, чтобы закончить эксперименты. Кей, ты очень хороший парень, я не сделал ничего такого, мы должны помогать друг другу, ответил он с улыбкой. Спиной к спине, Люсьин и Кей время от времени болтали, но большую часть времени они проводили за экспериментами. Было уже раннее утро, когда Люсьин вернулся в дом, где жил, и Рок уже крепко спал. Легкий цветочный аромат и тишина раннего утра успокаивали душу Люсьина. Чувствуя, что он готов, он открыл стеклянную трубку и выпил коричневое и мутное зелье под названием камень. Пряное, кислое и горькое зелье влилось в рот и обожгло горло Люсьина, едва не вызвав у него рвоту, но внутри его тела его душа была спокойной и сильной. Когда вкус немного ослаб во рту, он закрыл глаза. Люсьин вскоре переместился в мир медитации. Его сознание вернулось в звездное небо, в котором сияла его звезда судьбы, и три основные силы – огонь, ветер и вода – поддерживали существование мира медитации. Сознание Люсьина отделилось от его души и начало направлять душу. Сияющие линии простирались от силы души Люсьина и выстраивали относительно сложную пространственную модель. Поскольку модель не включала в себя какие-либо сложные математические теории, такие как кривая и некоторые новые базовые знания Арканы, Люсьин справился со всем процессом довольно хорошо. Когда модель была завершена последней линией души, модель загорелась ослепительным светом, который затянул сознание Люсьина обратно в его душу и накрыл ее. В это время Люсьин заметил, что в этом мире медитации происходят едва изменения. Красочные светлые пятна появлялись в звездном небе в сложном и загадочном порядке, и каждая из пятен превращалась в сложную модель. Казалось, что эти модели представляли собой новые заклинания, которых Люсьин никогда раньше не видел. Однако структуры моделей находились в хаосе, и когда Люсьин собирался приблизиться, его сознание оказалось переполнено его собственной большой духовной силой, вызванной заклинанием второго круга в его душе, зеркалом. Словно маленькая лодка, изо всех сил пытающаяся выжить между яростными волнами, словно воин, сражающийся за свою надежду, Люсьин отчаянно старался оставаться в сознании и держать себя под контролем. К счастью, большая духовная сила Люсьина и воля в итоге прошли этот тест. В его душе появился блестящий кристалл, и уровень его духовной силы достиг нового рекордного значения. Наконец-то! Я колдун второго уровня, подумал Люсьин. В этот же момент Люсьин активировал зеркало, и клон появился рядом с ним. Зеркало – заклинание второго круга из школы иллюзий. Прежде чем оно разобьется любыми заклинаниями обнаружения, вроде некоторых заклинаний из астрологии, зеркало могло защитить своего заклинателя, пока клон человека не будет уничтожен. После проверки заклинания Люсьин снял магию и взглянул на звездное небо. Красочные частицы теперь исчезли, как будто это был мираж Люсьина. Однако Люсьин был уверен, что это определенно была не иллюзия, поэтому он отважился предположить. Мир медитации был создан его собственными знаниями и также находился под их влиянием. Чем больше истин этого мира он постигал, тем, соответственно, больше становился мир медитации. Люсьин изучал, как устроены элементы, и хотя некоторые элементы здесь отличались от родного мира Люсьина, он все же смог заметить некоторые возможные закономерности. Люсьину было интересно, изменилось ли это, когда изменился мир медитации. Возможно, когда Люсьин успешно завершит периодическую таблицу элементов в этом мире, красочные частицы превратятся во что-то другое, скажем, в новую магию. Однако Люсьин понятия не имел, что это могла быть за магия. Хидлер, главная башня руки бледности, в темной комнате. Мистер Рожерио, добрый день, Филиппе вытащил руки из пиджака и поклонился, с правой рукой, приставленной ко лбу, что я могу сделать для тебя сегодня. Филиппе так уважительно относился к нему, не только потому что Рожерио был одним из лидеров руки бледности, но и потому, что он был членом комитета по делам, возглавляемым высшим советом. Рожерио был одет в черный костюм и белую рубашку с короткими рукавами, выглядя так же, как когда он был в Альто, но теперь на его груди было три значка. Значок седьмого уровня Арканы, магический значок восьмого круга и значок с черным огнем, говорящий о месте в комитете по делам. В отличие от многих некромантов, Рожерио выглядел дружелюбнее. Как проходит твой эксперимент, Филиппе? Неплохо, но мне все еще нужно время. Филиппе сел перед Рожерио. Рожерио слегка кивнул, а потом сказал, у меня есть новости о профессоре. Выражение бледного лица Филиппе внезапно стало более серьезным. В его глазах профессор был его личным врагом, а также гением, который, вероятно, был даже более перспективным, чем Ларри. Он сейчас в Аллине? Тихо спросил Филиппе. Рожерио просто улыбнулся, но ничего не ответил. Вместо этого он сменил тему. Мой анализ и следующие электромагнитные взаимодействия с душой должен был стать ведущей статьей в следующем выпуске Арканы, но позавчера главный редактор связался с Хидлером и извинился передо мной, что моя статья будет смещена на вторую позицию. Слишком плохо. Я так ждал славы и признания все это время. Оставаясь спокойным, Филиппе не стал расспрашивать о профессоре, но выглядел немного смутившимся, а затем спросил, новая статья? Откуда появилась новая статья? Да, новая статья, кивнул Рожерио, чувствуя себя немного жалким от лорда Шторма. Даже Филиппе немного понравилось это имя. Фернандо Брастар, лорд Шторма, помимо великих достижений в Аркане и магии, также был известен своим дурным нравом. Никто никогда не осмелился бы представить ему теорию об Аркане с любыми недостатками, независимо от того, насколько хорошей она была, потому что Фернандо сразу же опроверг бы предложение человека и безжалостно поиздевался над ним. Даже члены высшего совета предпочитали держаться подальше от него. О чем статья? Ты что-нибудь о ней знаешь? Филиппе было очень любопытно. Взяв бокал воды, Рожерио обернулся. Мне тоже любопытно, поэтому я пошел в библиотеку Общие Арканы и посмотрел эту статью, только что прошедшую обзор совета. В статье речь идет о применении электромагнитной волны. И я должен признать, что она очень содержательна и креативна. Она будет доступна послезавтра. Филиппе ничего не сказал, он просто внимательно слушал Рожерио. Конечно, я попросил тебя приехать сегодня, не потому что хочу порекомендовать тебе эту статью, а из-за другой статьи, той, что вдохновила мистера Фернандо на разработку его статьи, серьезно сказал Рожерио. Статья, вдохновившая мистера Фернандо? Филиппе слегка нахмурился. Рожерио кивнул. Статья еще не опубликована, речь в ней идет о небольшом эксперименте, посвященном высокочастотной звуковой волне, проведенном Люсианом Ивансом Икс, колдуном, не имеющем уровня Арканы, который прибыл Воллин только неделю назад. Люсиан Иванс, музыкант, распространенное имя, хотя Филиппе не был уверен. Профессор и великий музыкант одновременно прибыли на Землю, которая изначально принадлежала Уилфреду, поэтому рука бледности сочли это подозрительным. Филиппе думал, что Наташа отправила профессора защищать музыканта, поэтому он решил, что музыкант и профессор связаны. Сломанное кольцо, сделанное из сплава семи элементов, принцесса Наташа и знаменитый музыкант. Интересно, можем ли утверждать, что кольцо, которое Виконт Карендио увидел на руки профессора, было тем самым кольцом призом короны холма. Таинственная улыбка появилась на лице Рожерио, с другой стороны, когда мы впервые услышали имя профессора, когда какой-то ученик попытался приблизиться к знаменитому музыканту Люсиану Ивансу. Кто мог бы извлечь выгоду из пресечения плана руки бледности похитить Люсиана Иванса, музыканта? Рожерио произносил имя Наташи с небольшим трепетом, не из-за титула Наташи, а из-за ее кровной связи с влиятельным человеком со съезда. Итак, Филиппе потер подбородок, они были ближе, чем мы думали, почему нет? Музыкант попал под чары злого колдуна, и между ними сформировалась тесная связь, без поддержки воли элементов, как могло случиться, что Люсиан смог так быстро стать музыкальным советником принцессы Наташи. Рожерио скрестил руки, я думаю, сблизившись с принцессой Наташей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова